Веды, они очень хорошо описывают, собственно, откуда выберется человечество и как проистекают определенные процессы на нашей планете. В частности, есть такое знание, которое называется знание о долях. Есть понятие, как бы, круг. И все, на что можно разделить этот круг, это доли этого круга. Также доля – это то, что нам причитается, или доля – это судьба в украинском языке. То есть, в славянских языках слово «доля» отражает всю многогранность непосредственно этого понятия. Итак, есть описание того, что время в нашей Вселенной, создаваемое потоками взаимодействия Белобога и Чернобога под управлением Истанбога и Чеслобога представляет собой взаимосвязанные циклы, создающие временную спираль с нарастаниями и угасаниями. Вот эта фраза, это максимально адаптировано под современный язык, но именно из ведических писаний. Она понятна? Можно. Да. Время в нашей Вселенной дается уточнение. Сейчас скажу несколько ведических терминов. Нуан, сварги, аллатара, вселенского яйца. То есть, для вас эти термины пока ничего не будут говорить, но при изучении вед вы поймете, откуда вы это берете. Это то, что называется Вселенной в ведах. Время в нашей Вселенной, создаваемое потоками взаимодействия Белобога и Чернобога под управлением Истанбога и Чеслобога, представляет собой взаимосвязанные циклы, создающие временную спираль с нарастаниями и угасаниями. Временная спираль тянется от сотворения Вселенной и до ее уничтожения с последующим созданием на ее месте новой. Так что определенную цикличную спиралевидность можно проследить и в существовании Вселенной, до которой также была Вселенная, ну и после которой также будут другие Вселенные. То есть, даже в этом есть некое подобие спирали. Сама же, крывая временной спирали, при более пристальном осмотрении, оказывается более мелкой спиралью, крывая которой также при более пристальном рассмотрении оказывается спиралью и так далее. Понимаете этот пример? Вот кто не понимает? Есть такие? Кардинально, которые не понимают. Ну, то есть, это можно произвести там параллель с цветком жизни, да, там, с развитием всего по спирали. Хорошо. Представь, пожалуйста, вот у нас временная спираль. Она состоит из юг. Это отрезки по 4 миллиона с лишним лет, каждый виток. Но вот эти 4 миллиона из чего состоят? Из лет, из годов. Год это у нас что? То, что ключи. Вот. Ну, этих годов много, и получается спираль. А год из чего состоит? Месяц. Из дней. А день? Тоже. Цикличность. Множество дней, это тоже спираль. Вот получается огромная спираль, крывая которой состоит также из более мелкой спирали, и там дальше еще более мелкие и мелкие спирали. Может быть это привести с аналоги, если это приемлемо, потому что когда Земля двигается вокруг Солнца не по кругу, а по спирали, и само Солнце, оно тоже двигается вокруг по спирали. То есть созерцающим. Да, да. Если мы выйдем за Солнечную систему, то мы увидим спираль. Да. Если мы внутри Солнечной системы, мы увидим круг. Братья и сестры, далее. Смотря на витки временной спирали, можно впасть в иллюзию цикличности. Потому что, смотрите, у нас день, и как бы это цикл. Год тоже как бы цикл. Но на самом деле это продолжение предыдущего цикла. И точнее, что у нас не временная линия и не временной цикл, а именно временная спираль. Это так сказано в Ведах. И это можно логически и на практике проверить и подтвердить. В Ведах описывается, что приблизительный срок существования воспринимаемой нами Вселенной, Он огромен, это вечность. Но есть так называемый Вселенский день. Вот этот Вселенский день, он равен 311 триллионам 40 миллиардам земных лет. Ни много, ни мало. И столько же длится Вселенская ночь. Веды описывают, что в этом колоссальном по своей длительности времени существует тысяча восемь витков. Эти тысяча восемь витков делятся по разным принципам. Допустим, год мы также можем разделить по дням, мы его можем разделить по неделям или по месяцам. Так и тут. Один из принцип деления тысяча восьми витков, это деление по тридцать шесть витков. Первые тридцать шесть витков Вселенского дня принадлежат Всевышнему. В Ведах его называют Ра. Вторые принадлежат Богу Истины. Третье – Богу Мудрости. Четвертое – Богу Пространства. Пятое – Чернобогу. Шестые – Белобогу. Седьмые – Миробогу. Восьмые тридцать шесть витков принадлежат Дию – Богу Действительности во Вселенной. И девятые – Мысли Богу. Богу Мысли. Все же эти тысяча восемь витков называются Колопа или Великая Кола. Приблизительное время, которому они равны, то есть это огромное число, 4 миллиарда 354 миллиона 560 тысяч земных лет. Это без учета промежутков между ними и подготовительного времени как перед ними, так и того времени, которое после них идет. Далее. В Ведах есть указание, что на девятый виток правления Ра, Ра назначает ответственным за человечество Бога Мана, который ответственный за человечество на протяжении последующих тысячи витков. Бога Мана. Знаете? Ману. Знаю. Ман. Кто такой? Египетскую традицию. Бог Мин. По-английски Ман. Или Мэн – Человек. Бог Ман – это тот Бог, который курирует во всей Вселенной разумными живыми существами человеческого уровня развития. Они могут быть зеленого цвета кожи, шестирукие, восьминогие, какие угодно. Но идея такая, что они приблизительно одного уровня развития, который сопоставим с человеческим. Они могут быть немного ниже уровнем развития или выше. Ну, около того. Далее. На седьмом витке правления Ман делит управление оставшимися 994 витками между своими 14 сыновьями, каждому из которых он дает управление 71 виток. По-другому виток называется КОЛО. Возможно, кто отчасти слышал о славянской традиции, слышали такое имя, как КОЛЯДА. КОЛО в украинском языке – это круг. Кольчуга, то есть, который состоит из колец. КОЛО – это вселенский отрезок времени, который приблизительно равен 4 миллионам 320 тысячам земных лет или 12 тысячам лет богов. То есть в ведах описывается, что годы богов, они намного больше, намного длиннее, чем годы людей. Это совершенно отдельные характеристики, отдельные сферы. Это можно будет отдельно разбирать. Но вот у нас есть КОЛО или виток, если мы учитываем, что это спираль. Как вы думаете, насколько доль делится эта КОЛО? По аналогии с днем, с годом? 12. 4. 12 – это что? Это получается 4 на 3. То есть все равно 4, но которые делятся дополнительно еще на 3. 4 сезона и так далее. Да, здесь есть 12-ти ричное деление, но в основном выделяется 4 земных века. Я назову их приблизительную характеристику по качеству. Я назову их славянское название, назову древнеиндийское, и то, как эти века характеризовались в германо-скандинавской традиции. Первое. У нас идет Золотой век. Он называется на санскрите «Сатья-юга» в славянской традиции. Он называется «Святья-доля», то есть «Святая доля», «Святая судьба», «Святой отрезок времени», в который воплощаются, собственно, святые. В скандинавской традиции он называется «Временем древних богов». Скандинавская традиция интересна, я потом о ней еще скажу, это отдельная история. Золотой век приблизительно длится 1 миллион 728 тысяч земных лет. Далее после него идет Серебряный век. Серебряный век называется «Второй долей» или «Два пара югой». В скандинавской традиции он называется «Временем богов». Он длится 1 миллион 296 тысяч земных лет. И после него идет какой? Медный век. Медный век, правильно. Он называется «Третьей долей» или «Трета югой» или «Временем героев» германо-скандинавской традиции. Он длится 864 тысячи земных лет. И после него идет непосредственно наш век, в котором мы получили честь и радость воплотиться. Это «Железный век» или «Четвертая доля» или «Калиюга». Или, как называли его скандинавы, время войн и мечей. Он длится 432 тысячи земных лет. Просто очевидно, по-другому Земле слишком будет некомфортно, чтобы такое время длилось длиннее. Сколько еще нам осталось? Сколько еще лет? Нет, мы не мучаемся, братья и сестры. Вот скажите, кто из вас мучается? Кто хочет быть мученником? Хоть один есть, который мучается? Не похоже. Вы все смеетесь, вы все радостные такие, вы духовно развиваетесь. А знаете почему? Потому что в ведах описано, что вот правильная была приведена аналогия, что 12. На самом деле эти четыре доли делятся также на три отрезка. И у «Калиюги» был первый, условно говоря, месяц. Он длился 5000 лет. Это постепенная деградация. Сейчас настал второй месяц на 10 тысяч лет. Кто скажет, что это? Четыре. А? Не знаю. Золотое вкрапление. В ведах так называется. Золотой век, он огромный, его сюда не всунуть. А вот золотое вкрапление сделать можно. Как бывает, допустим, зимой оттепель. Бывает такое? А это же все аналогии. Это же схожие циклы, только на разных уровнях. Как у нас есть солнечная система, а есть атом. Принцип построения одинаковый, масштаб разный. Так и тут. И у нас на 10 тысяч лет золотое вкрапление. Ну, после этого оставшееся время... Перескочить можно? А вот есть другой вариант. В ведах предписывается вариант, что или отдельные области Земли, или какие-то человеческие сообщества, или даже большая часть планеты может перейти в другую сферу бытия, на другой уровень. То, что Амрит воспринимает как астрализация планеты. Да, то есть, если бы это противоречило ведам, и я бы видел бесперспективность такой идеи, то, собственно, никакого сотрудничества и не могло бы быть. А поскольку в ведах указано, что такая возможность есть, то, я думаю, надо постараться, чтобы эту возможность осуществить. Поэтому у нас есть возможность частично, или большей частью планеты, или как нам все-таки подняться на другой уровень. А как вы думаете, что наступает после конца Железного века? Кто скажет? Гурута, как ты думаешь, с точки зрения скандинавской традиции? Я никак не думаю, с точки зрения скандинавской традиции, я вас так и знаю. Вот там есть одно событие такое, мрачноватое. Вот, Рагнарак. На самом деле, слово Рагнарак не настолько плохое. Это дословно то, что предрек Великий. Если мы откроем, собственно, Википедию даже, то там слово Рагнарак делится на две части. Рагна, то есть Великий, или Регин, как Царь, или так дальше, то есть в разных вариантах. Тоже от слова, от имени Всевышнего Ра, это все идет. И Рег, то, что предрек, или Рог, как судьба. То есть Рагнарак, то, что предрек Всевышний. Да, после конца Железного века всю деградацию, которая расплодилась, надо поликвидировать по чуть-чуть. И, собственно, этим Боги и займутся. Процесс очищения. Да. В санскритской традиции это называется Пралая. Или в славянских ведах это называется Мара Доля. То есть смерть этой доли своего рода. Но смерть, это же не страшно, это же просто конец отмеренного отрезка времени. Так что все хорошо. Вот тут интересно уточнить, что знание о четырех глобальных веках, называемых у индусов югами или долями в славянской традиции, также было широко известно и зороастрийцам, и египтянам, и греческим философам, ну и упомянутой скандинавской традицией. Эдда. Эдда. Скандинавское священное писание. Это не что иное, как упрощенная и чуть-чуть деградировавшая веда. Даже название Эдда и Ведда, это одно и то же название. Вы не выговаривали. Ну да. Выговаривали, просто скандинавы и германцы, они теряли часто первую согласную. Есть древнее название Европы Винея, от племени Винедов, и они часто теряли В, они ее называли Энея. Поэтому в скандинавских традициях Европа это Инея. Поэтому есть Веда, а в скандинавской традиции это Эдда. Все нормально, с лингвистической точки зрения прекрасно все соотносится. И поскольку Эдда это все-таки упрощенная Веда, то и в ее описаниях сохранились указания на четыре доли. Это есть. В прорицаниях Вельвы это есть. В речах Вавтруднира, и это есть даже в младшей Эдде и Сагах. Кто знает скандинавскую традицию, сможет это без труда найти. Упомянутый Рагнарек, общеизвестное такое вот мрачненькое представление о своеобразной скандинавский конец света. Это тоже не настолько страшно, как воспринимают современные люди. Скандинавы знали, что таких Рагнараков было уже множество, и еще будет. И в скандинавских текстах указывается, что потомки богов и потомки людей после этого Рагнарака продолжат существование, и начнется новый золотой век. Помните, как говорил Снорис Турлусон? Он говорил, круг земной. То есть он тоже воспринимал время как цикличность некоторого. Один круг, второй круг, а в общем спираль. Интересно, что в поздние времена на Рагнарак они даже наложили идею о том, что огненный великан Сурд сожгет землю. Это тоже то, что описано в Ведах, как один из вариантов. Сурд или Сурья – это имя Солнца. И даже современные ученые сходятся к тому, что когда-то Солнце взорвется. Оно переродится. Знаете о такой теории? Вот. Но это намного многомернее и намного интереснее все-таки. А есть ли такая информация, что Юпитер может стать вторым Солнцем? Да, теоретически, да, практически не получится. Почему? Потому что Юпитер слишком маленький. Его можно сжать, то есть в рахманской традиции рассматривали данный вариант. Этот вариант теоретически возможный, практически нецелесообразный и ненужный. Почему слишком сильное отопление Солнечной системы? Земле это не надо, по сути дела. Люди лезут в генетику и говорят, что давайте там вырастим третью руку, четвертую ногу. А не надо. Как Всевышний создал, так оно и должно быть. Мы можем что-то корректировать, но не извращать творение Всевышнего. Итак, особенности и характеристики доли. Как я уже говорил, золотой век, Святия доля, сатья юга, или время древних богов, которое длится 1 миллион 728 тысяч земных лет, характеризуется как священное чистое время. И указывается, что в это время и сама Земля, и само общество, и люди совершенны. Люди практически для нас будут равны богам. У них намного лучше память. Они намного чище, намного нравственней, сильнее, здоровее. По всем показателям, по всем векторам, по которым можно пройтись, они лучше нас, совершеннее нас. Это существа, которым надо вот буквально последний раз воплотиться в человеческом теле и дальше пойти на уровень богов. Поэтому говорится, что в золотой век более 70% человечества это медитирующие святые, которые после этого земного воплощения вознесутся в высшие миры сварги, Вселенной, вселенской структуры. 20% — это благочестивые люди, следующие ведической традиции. И только у 5% человечества есть склонность к деградации. Склонность — это даже не значит, что они деградируют. А сейчас склонность... Ну, мне тяжело найти человека, у которого такой склонности нету. Кто-то, да, деградирует, кто-то развивается, но склонность к деградации, говорю за себя, она есть и у меня, по крайней мере. И общаясь с людьми, я вижу ее у каждого. А тогда только у 5% эта склонность есть. Также в ведах указывается, что у нашей планеты и у нашей Вселенной есть свойства сжиматься и расширяться, как определенное дыхание происходит. И в Золотой век это когда материя более разряженная. То есть все становится в тысячу раз больше. Планета в тысячу раз больше. Хоть ее относительный размер в Солнечной системе и Галактике не меняется, все становится больше. Галактика больше, Солнечная система. Люди больше по отношению к нам. Люди чище и так далее. Описывается, что на планете одно государство, один язык и одно вероисповедание. Основная духовная практика это медитация. С Кали-Югой сравни, пожалуйста. В наше время нас интересует, что делать нам. В каком печальном состоянии мы находимся. Я аж хотел по чуть-чуть вас подвести. Ладно. Дорогой мой, просто это на память даже трудно воспринять, сказать, все цифры, да? Да будет так. Поскольку это уже было... Хорошо, Амгрия, да будет так. Как долго. Четвертая часть витка или цикла Железный век. Четвертая доля. Кали-Юга. Кали-Юга, я бы сказал. Время воин и мечей. К счастью, длится всего лишь 432 тысячи лет. Ну да. К счастью, еще золотое вкрапление. Смотрите, 5% склонных к духовному развитию. Ну вот они практически здесь, да. А давайте проверим, так ли это. Смотрите, какая огромная Москва. Сколько людей здесь. Сколько людей еще на каких-то занятиях. На самом деле, учитывая человечество, мы поймем, что в действительности именно эти 5%. А тех людей, которые ходят в церковь и на эзотерические сфотки только ради каких-то материалистических целей их мы убираем и останутся именно эти 5%. Свечку поставить, чтобы налоговая инспекция не приехала. Этих мы сразу отметаем. Это не духовное развитие. А тех, которые хотят осознать рай и направиться к нему, ну в действительности 5% в лучшем случае. 35% это склонные к упорядоченной нравственной жизни. Как вы думаете, так это или не так? Да, похуже. Приготовьтесь. 60% это деградирующие атеисты. У них шансы есть? Звучит мрачновато, но на самом деле здесь учитываются не только те люди, которые приходят и кричат «Бога нет!» Вот Бога нет. А здесь учитываются и те люди, которые сомневаются, а есть ли Бог? Веды всех их классифицируют к атеистам. У них, конечно же, есть шансы. В ведах говорится, что даже у чертей и бесов есть шансы. У искр, из которых состоит материя, есть шансы. У всего есть шансы. Конечно, а у них, тем более, они уже воплотились, то, конечно, есть шансы. Пожарятся чуть-чуть. Где-нибудь. Или здесь, или еще. Арина, по сути, я добавлю, по атеистам. Хорошо, прорабатывал этот вопрос. К атеистам, оказывается, относятся люди, которые верят в Бог. Но они же говорят, что Бога нет. Бог перешел в сетевую форму. Бога нет. Но Бог где-то, говорит, там далеко. Здесь его просто нет. За временное отсутствие мы можем делать, что хотим. И вообще мы не приемлемо в его путь. Таких людей немало. Почему у вас статистика говорит, что атеистам всего несколько процентов. А практика показывает. А веды говорят, что этих товарищей значительно больше. Половина практически, да? Больше. Больше половины. Представляете? Вот как отстыкуется. Значит, нужно под атеисты... Вы в курсе, что в церкви ходит огромное количество атеистов? На самом деле, атеисты самые глубоко верующие. Что Бог, это открытая система, а не замкнутая, которая в рамках храма. А вот знаете, допустим, как христиане говорят о дьяволе? Они говорят, что дьявол — это лучший знаток Библии. И если взять веды, то упоминается персонаж под названием Равана. Он в рамах они упоминаются, как в рах Рама. Он лично видел Раму, воплощенного Всевышнего. Он лично с ним общался, но он враждовал с ним. Он не хотел признать его Всевышним. То есть у него не было сомнения, что Всевышний есть. У него было хорошее такое желание всадить Всевышнему ножик, поглубже в сердце. А книжники, фарисеи, сынки, какие ранги они занимали? И это не мешало им распять Христа? А Иисус им сказал, кто они? Они продолжают занимать, конечно. Помните, как Иисус им сказал? Чьи они сыновья, и чьи указания они исполняют? Ладно. Следующие характеристики. Языки теряют общие корни и становятся непонятными. Смысл слов теряется. Единое государство хоть и может возникать, но существует недолго. Мелкие государства и народы рвут землю на части и уничтожают друг друга. Существует множество религий, но большинство из их представителей являются атеистами. Есть такой вопрос? В смысле, я имею в виду, до нашего времени. Не нас, но да, согласен. А время, да. От боли живых существ материальность земли сжата, а человеческая жизнь с начала четвертой доли и до ее конца падает от ста до десяти лет. То есть, смотрите, возьмем, чтобы далеко не ходить в Веды или в шумерские списки царей, возьмем Библию. Пророки, патриархи, по сколько жили? На тысячи. Восемьсот, тысяча, все нормально, там еще в четыреста с лишним детей зачали там и так далее. А сейчас что? Семьдесят. Вот. То есть уже, вот то это еще люди предыдущей эпохи, а вот как раз сто лет или сто сорок четыре, это среднестатистические данные для этой эпохи, для ее начала и для людей, которые придерживаются всем стандартам. Но деградируя постепенно, деградирующие ветви человечества скатятся до десяти лет. То есть, описан их внешний вид, можно взять, тут можно взять индийское учение о десяти воплощениях Всевышнего и слышали такое десятое воплощение Всевышнего калки-аватар. Ну, по их текстам он просто ликвидирует расплодившихся вот таких вот человекообразных живых существ под конец калли-юги. Деградат. Да. Но, учитывается, что часть поднимается за золотое украпление, часть деградирует, а часть остается в чистоте и из них потом начинается следующий золотой век. То есть, в Ведах это все учитывается и одно другому не противоречит. Чем ведическая традиция она и хороша, что она многогранна, она описывает все стороны бытия и не ставит их противоречия. То есть, как одни говорят, есть единый Бог или есть множество Богов? Веды говорят, ну да, есть Всевышний, единый Бог, а Ему подчиняются младшие Боги, все хорошо, нет никаких противоречий. Вот это и есть прекрасная многогранность ведической традиции. Кто скажет, когда началась четвертая доля или Кали-юга? Есть указание, что она началась более 5000 лет назад или 3000 лет до нынешней эры. Это указание славянской ведической рахманской традиции. А как вы думаете, индийская традиция с этим схожа? Далее, с этим сходятся и тексты Египта, приблизительно с этого времени начинаются первые династии Египта. В истории Египта известны династический Египет, до Кали-юги и династический исторический Кали-юга. Тексты шумера и так далее. Много нашумел календарь Майя. Говорили, вот 12-й год все такое. Но календарь Майя тоже начинается с Кали-юги. И он был сделан исключительно на вот этот отрезок времени первого месяца Кали-юги. Мы его успешно прожили, с чем я вас всех и поздравляю. Конец света стал бесконечным. Ну, снова, конец света это как? То есть, конец света невозможен. Конец вселенной или конец чего? Но у нас, если взять календарь, вот смотрите, там вот на столике лежат календарики. Календарики на один год. Вот представьте, вы возьмете этот календарик и скажете, все, вот календарик кончился, конец света. Глупость же. Так и тут. Они, почему? Потому что именно в начале Кали-юги в Америку пришел Кецалькаат. Он же Осирис, он же Стрибок. У меня есть на Ютубе отдельная лекция по этому поводу. Кто интересно, можно посмотреть. Начало Кали-юги. И то есть этот Бог просто сказал, начинается новый отрезок времени, давайте запишем календарик на этот отрезок времени. Ну вот как вы на год пишете календарик. Ну а дальше этот календарик уже собственно не нужен. Дальше уже другое совершенно. Так что все хорошо с этим. А каким образом вообще вот эти века меняются? то есть каким образом началась Кали-юга? Вот было все хорошо хорошо потом завтра Кали-юга. Нет не завтра Кали-юга. Смотрите я рассказывал о том что есть золотой серебряный медный железный. Каким образом происходит все хорошо все хорошо у нас золотой век. Серебряный уже не очень хорошо. Медный еще меньше хорошего. и железный это хорошее уже надо искать большой лукой и очень пристально. И между каждым из этих отрезков они могут или плавно переходить один в другой. Это вот как допустим сегодня тепло еще листья на деревьях завтра чуть холоднее листья начинают опадать опадать а через месяц уже снег выпал можно так а есть когда допустим 7000 лет назад началась великая межебожная война или война Курукшетры как она известна индийской традиции махабхарацы или война богов как она известна во многих мифологиях в ходе этой войны целыми городами у людей была возможность возноситься в высшие миры то есть они достигли определенного уровня развития но если бы они умирали по отдельности им бы надо было опять возвращаться потому что кармические завязки в целом городе а так на город сбросили бомбу город может подниматься а сейчас ученые говорят почему Махенджадар Харапа и другие города имеют признаки оплавленности куда делись жители Аркаима и так далее все с ними хорошо из высших миров они нам передают привет о чем многие эзотерики и свидетельствуют собственно поэтому на Кальюгу переходили с помощью войны 2000 лет шла война между предыдущим веком и Железным веком вот таки справа спасибо слава Ра слава Рая направи славу слава возрождению человечества спасибо начну в ведах объясняется используется термин сверх личность сверх дух можно также использовать термин до личности в любом случае или про искра парам атма то есть к определению всевышнего обязательно добавляется приставка которая показывает его качественное превосходство над всеми живыми существами во вселенной если мы личности он или до личность или сверх личность если мы атмы значит он парам атма в тексте канонического славления рахманской традиции используется такая фраза мы ведаем что мы сверхвечные искры духи самостоятельные частицы силы и славы всевышнего раф которые в начале начал получили свои души и с тех пор мы меняем тела в вечном круге перевоплощений мы ведаем что всевышний является любящим отцом и дедом нашим ну и так далее то есть там идет славление что из этого можно взять из этих коротких фраз ведического славления четко и ясно проистекает личностное восприятие всевышнего ведической традиции я хочу сказать что такое личностное восприятие оно было характерно не только для славянской ведической традиции в частности рахманской традиции путь Саагаста оно также было чрезвычайно распространено и до сих пор распространено в индийской ведической традиции оно было распространено в египетской традиции где фараоны мечтали воссоединиться со Всевышним Солнце Богом поднявшись на солнечную ладью собственно вы знаете что этому посвящены тексты пирамиды книги мертвых кто вот читал эти тексты дело в том что в ведах есть много знаний и указывается что Всевышний у него есть любовь Всевышний излучает свет Всевышний является создателем справедливости создателем правды но Всевышний это тот кому принадлежит и свет и любовь и истина и так далее он не является по сути дела ни одним из этих качеств хоть из него все эти качества проистекают написано в ведах но он является вот как каждый из нас является личностью самостоятельным живым существом так и он только он сверх личность он сравнивается с огнем изначальной искрой вселенной мы сравниваемся с теми искорками из которых состоит пламя этот образ понятен братья и сестры вот как огонь вот он разгорелся из единой какой-то искры и по сути дела весь язык пламени он представляет собой тело той единой искры с которой он разгорелся но он же состоит из множества маленьких искр и язык пламени это только кажется что он постоянный он на самом деле постоянно колеблется он постоянен в своей изменчивости состоит из очень многих составляющих поэтому в ведах указывается что хоть у Всевышнего огромное количество разнообразных качеств но он выше этого всего он над этим всем и независимый от этого всего даже сегодня с Амритом я говорил немного о Шри Иша Упанишаде в котором также раскрывается личностное восприятие Всевышнего в начале Шри Иша Упанишада говорится так что Всевышний он полный самодостаточный сам в себе и сохраняя свою самодостаточность он отделил от себя множество самодостаточных творений нас он создал Вселенные он наделил их тоже какой-то самодостаточностью все это он произвел из себя но его же не стало меньше если допустим я возьму телефон отниму от него батарейку отниму другие составляющие это уже будет не телефон если у человека отрезать голову тоже как бы это уже не голова сама по себе не нужна не тело а Всевышний может отделять от себя мириады своих проявлений оставаясь собой есть указания на то что он присутствует как сверхдух в каждом атоме в каждой элементарной частице Вселенной но он один и он не разделяется от этого то есть это не так что в каждом атоме отдельный Всевышний там какой-то в ведах четко и ясно указывается что все это проявление единого Всевышнего имя которого Ра вот почему используется имя Ра не потому что это как бы имя соответствующее именно ведической традиции есть очень много других имен и по сути дела Аллах как всеобщий там Саваот и другие имена все именно Всевышнего чем хорошо имя Ра что оно присутствует в языке и по языку по словам очень легко можно проследить вот эти перетекания образов допустим есть такое понятие как то что слово при обращении его составляющих и означает что-то кардинально противоположное сталкивались с этим вот кто может изучал или каббалу или санскрит или другие какие-то лингвоэзотерические системы А что такое камбала? Не камбала а каббала каббала это как бы эзотерическое тайное знание иудейской религии то есть есть Тора это религия евреев да это иудейское священное писание к нему есть талмуды разнообразные то есть объяснение как этой Торе следовать а есть каббала которая описывает сакральный смысл этого но это прекрасно это как надо за его духовным интересуется я бы 10 лет не задавал такие вопросы эволюция в действии я спрашивал где мой мяч так вот что интересно что при обороте имени Всевышнего наоборот получается слог ар это тот слог которым в принципе наши пропредки классифицировали как себя называя себя аревычами арийцами так и в принципе вообще всех живых существ искра или личностный дух по другому называется словом ар здесь идет образно звуковое соответствие ар единый Всевышний во множестве своих проявлений он один хоть его проявлений множество вот этих личностных искр называемых термином ар их множество но каждый из них сам по себе другое слово которое использовалось также кси в обозначении духа оно потом сохранилось и в греческом языке то есть если разобраться в ведической традиции очень много образов которые отводят нашу мысль к таким глубинам до которых современная наука просто не додумается как начать думать чтобы о этих глубинах вообще задуматься то есть это как взять какого-то современного мальчика любого с улицы у которого родители материалисты и попытаться чтобы он задумался о том чтобы спросить что такое там кабала или что такое какое-то другое описание он никогда не додумается до такого додуматься даже чтобы получить ответ на какой-либо вопрос надо развиться до уровня когда вопрос может быть сформулирован нет вопроса поэтому говорят в Индии нет ответа то есть бесполезно отвечать если человек не может сформулировать вопрос и еще одно в каждом вопросе уже половина ответа да полностью согласен это все взято из вед и допустим если взять таких проповедников как Александр Юрьевич Хиневич или благочестивый ведоман ведогор Трехлебов то они свою проповедь собственно и строят таким путем что сначала у них что-то спрашивают и их на проповедь состоит из ответов на вопросы людей они никогда не планируют какую-то тему заранее вот это помогает еще задействовать общение личности да я не понял а что надо вообще говорить и не о чем спрашивать если что-то непонятно просто спросить арии обозначает тему которую он собирается развивать и затем ждет что у нас будут по этой теме какие-то конкретные вопросы вот ты задал арии вопрос что такое кого у меня еще арии называл какие-то имена каких-то людей вот мне интересно кто эти люди не люди я называл имена богов это было потом я еще назвал двух проповедников а кто такие проповедники проповедники слово проповедовать происходит от корня поведовать то что по воле ра или прав то есть или рассказывать то что ра передал рассказать людям или же рассказывать законы вселенной людям по воле ра поведывать там слово ведать стоит в этом слове то есть они как бы рассказывают о том что написано в ведах я бы так сказал они поведывают то есть они поведом говорят но именно про то есть по воле ра это может быть. Или «пра» как «правь», как «законы Вселенной». Здесь две такие грани основные. Хоть в толковании слов, там присутствует еще ряд дополнительных граней с разных сторон. То есть «пра» — поведник, тот, который по поведам говорит. Ну или рассказывает законы Вселенной, рассказывает о Всевышнем. Соответственно, я упомянул Александра Юрьевича Хиневича, главу Древнерусской Церкви Православных Староверов Инглингов. Записи есть в интернете, можно это посмотреть. И упомянул также благочестивого Ведомана Ведогора Трехлебова, записи которого тоже присутствуют. Я думаю, не особо есть смысл пересказывать их биографию, так как... Нет, мы сейчас о личности Ведем Бога, да. А что такое биография? Жизнеописание. Хорошо он включился сегодня. У него там сразу каналы все. Запись истории человека, как он же жизнь и человек. Так вот, а как, например, ты воспринимаешь личность Всевышнего? Биография. Вот ты считаешь, что Всевышний является сверхличностью или нет? Считаю. Как это можно проверить, как это можно подтвердить с твоей точки зрения? Ну, у него-то он даёт воду всем. Да. Это одно звук качества. Вот. Прекрасно. А есть ещё такое, что вот от Него, так сказать, Ему подобны. Понимаешь, о чём? Нет. Поясню. Ну, есть в ряде священных писаний указания того, что мы созданы или рождены по образу и подобию. Или как упрощённая копия. Есть разные варианты, но всё равно, то есть по Его подобию. И если мы обладаем личностной природой, то и Он тоже должен обладать. Только более развитой, чем наша. Если наша личностная природа, она ограничена. Поэтому вот ряд философских течений, они и говорят, что Всевышний, Он безличностный. Потому что Он неограниченный. Они воспринимают ограниченную Личность. Но Всевышний – это неограниченная сверхличность. Его все качества, то есть если бы Он был хоть в чём-то ущербный, это уже не Всевышний. Правильно. Как считаешь? Да, ещё есть прекрасный зороастрийский термин, когда Всевышнего называли «анграным раучанма хурамазда», что означает «неограниченный, лучезарный, премудрый Господь и Творец Вселенной». Ну да. То есть Заратуштра придумал очень много, или придумал, или взял из более древних писаний очень много прекраснейших эпитетов, очень много прекрасных граней понимания Всевышнего. Поэтому просто слава великому пророку Заратуштре за то, что он был и дал своё учение. В частности, и в его учении, и в учении шиваитов, и в учении вайшнавов, и в египетских текстах, и во многих других основополагающих текстах, которые, собственно, предназначены указать людям, как жить, для чего жить, что делать, чего не делать, есть ряд правил, которые являются основами духовного развития. Знаете такое, мы знаем, что ты сегодня хотела нам поведать о них. Да, как раз. Но, допустим, их проекцию христианства точно все знают. 10 зад победит, так же? А проекция вайшнавизм получается? Одновичнее получается, да? Нет. Там это с другой стороны подход. Это одно другому, то есть, не противоречит никак. Ладно, то есть, такое явление известно. Просто есть те явления, которые создавались пророками, создавались, вырабатывались в каких-то учениях, а есть то, что, собственно, заповедовал Всевышний, когда воплощался на земле. Его известное воплощение, его называли Рама или Саагаст. История Рамая, она присутствует известна, то есть, можно и книгу такую в эзотерических магазинах купить, можно и фильм в интернете найти, даже мультфильм для детей. Сокращенная пересказ истории жизнедеятельности воплощенного Всевышнего. Но он же дал свои наставления. В частности, там, буквально на первом месте указывалось девять основ духовного развития. Это очень прекрасная, очень короткая, очень понятная формула, по которой можно развиваться в любом месте, в любом воплощении и в любое время, в принципе. Она состоит из четырех ограничений, то есть, указания, чего не надо делать, четырех указаний, что надо делать и единая цель. Вот, кто сможет сейчас угадать цель? Братья, сестры, цель духовного развития. Самосовершенствовать, вернуться к Богу. Прекрасно. То есть, там так и говорится. Первое четыре указывается на недопустимость нецелесообразного убиения живых существ или нанесения им вреда. Далее указывается на недопустимость одурманивания сознания, указывается на недопустимость незаконных половых отношений и указывается на недопустимость преднамеренного искажения в точности да наоборот какой-то важной информации. Ждание. Да. То есть, по сути дела, это то, что нельзя делать. Они символизируются также четырьмя пальцами левой руки на некоторых предметах древней иконографии. Есть четыре что надо делать. Да. Это, соответственно, противоположное от того, что не надо делать. Это проповедь, то есть, донесение до людей важной, правдивой информации, знаний. Да. То есть, это может быть просто какое-то знание, которое помогает в быту, знание, как лечиться, знание, как направиться ко Всевышнему. Любое полезное знание входит в этот пункт. Далее это размножение благочестивого потомства и помощь в жизни живым существам. Далее это развитие своего сознания. Ведь по большому счету форма жизни человека и форма жизни животного отличается только мозгом, который является переходником к уму, разуму и сознанию. так же. А так, допустим, у обезьяны и рука хорошо развита. Есть животные, у которых глаза видят на километры, а человек так не видит. и мозгом, и мозгами они отличаются от животных. Согласен. Потому что у животного один мозг, а как правильно заметил у человека мозги. А вы знаете, что такое? почему мозги? А у животного мозга. А? Кто скажет? Вот это интересно, догадаются? Потому что высшие я... Нет, я говорю про мозги. Физические мозги. Физические мозги. Почему у человека вообще на самом деле извилин давно. Множество извилин. У человека вообще говорят три кучки мозгов. Ну, и это тоже. И они еще разделены. То есть даже головной мозг, разделенный уже на два полушария, он еще разделен на другие разные секторы. Есть внешняя верхняя кора, есть там... По сути, я правильно сначала сказал, два мозга у человека. Это костный мозг, часть которого, высшая часть которого заключена в кости головы, в черепе. Главный мозг. И спинной мозг, на котором повешены все чакры. У животных этого нет. у животных нет. Так или нет? Описывается в ведах чакральное строение животных, оно другое, оно отлично от человеческого. Все это совершенно верно. Со спинным мозгом оно связано, подъем к удалению происходит. Нет, у них он практически невозможен. у них процессы полностью подконтрольны тем программам, которые существуют в природе, личностной свободы крайне мало. То есть они могут поднимать кундалини? То есть они развиваются? Даже если стоят на задних лапах? Могут, но очень-очень в ограниченном таком состоянии. Это отдельная тема, я не хотел бы ее примитивизировать. Ну да, понятно. Крокодилы летают, но не зенька, не зенька. Ну я никогда не видел летающих крокодилов. Хотя, братья и сестры, я уверен, что крокодилы сто процентов могут летать. Почему? Потому что есть самолеты, крокодила поместить в резервуар и в самолете летит жив-здоровый так же. Только не в кабину экипаж. Ну вот. Чтобы долететь. Согласен, согласен. Ну как вариант на автопилоте и крокодил вместо штурмана. Дело в том, что посадка на автопилот не осуществляется. Ну пока да. Согласен. Так и будут летать. То есть вот, современная технология уже нам даже летающих крокодилов подарила. И отчасти современные ученые уже даже говорят, что они сфотографировали душу. То есть они фотографировали некоторые тонкие излучения человеческого тела. Они доказали ложное восприятие такой вот поверхностной материальности. Они доказали, что на самом деле все это состоит из атомов, между которыми находятся огромные просто вселенские пространства. Ведь знаете, каждый из вас знает строение атома. В центре ядро вокруг электроны. Это тоже строение, которое в нашей солнечной системе. Всевышний сделал эту вселенную по одному единому образцу в принципе. и он ее сделал так интересно, что по сути дела в твердом объекте, вот нам кажется твердый объект, в нем большая часть пустота. Но пустота ли это? Или там находится то, что мы пока не можем воспринимать? Это уже другая история. И вот возвращаясь все-таки к девяти основам духовного развития, то есть отказ от нецелесообразных убийств и нанесения вреда, отказ от самоодурманивания, отказ от незаконных половых отношений, отказ от лжи, проповедь истинных знаний, размножение благочестивого потомства, развитие сознания, помощь жизни всем живым существам. Это то, что является основой, такой платформой, на основе которого можно соединить усилия своего тела, усилия своего сознания, все свои усилия, все свои энергии и устремиться в общем направлении ко Всевышнему, что собственно и символизирует данное рукосложение, которое часто использовалось в ведической иконографии. И вот выходит, что мы вернулись к тому, с чего начинали, потому что как раз девять основ нужны для того, чтобы образовать платформу для сознания Всевышнего. Для многих людей Всевышний это какая-то непонятная далекая энергия, которую они когда-то чувствовали, но вот когда начинали ее более пристально пытаться осознать, более пристально рассмотреть, эта энергия исчезала. То есть есть такое восприятие Всевышнего. Есть восприятие Всевышнего как Бога, который там описан или про которого сказал какой-нибудь проповедник. И логично, что где-то Бог такой есть, наверное, есть. Ученые тоже говорят, ну Вселенная же разумна, то есть есть законы Вселенной. Значит есть тот, кто эти законы создал, Бог разум есть. Есть разные грани восприятия Всевышнего. Веды это не то знание, которое находилось людьми. По большому счету ведическая традиция, ведический вектор это не путь людей, которые пытаются что-то осознать, как-то найти Бога это путь Бога уже к людям, которые готовы к этому. Когда или сам Всевышний, или кто-то из Богов приходит и говорит, вот есть такое знание, вы это искали, вот оно есть. И поэтому Всевышний о себе очень детально рассказывал в ведических текстах. Да, там описано, что он сверх личность, доличность, праличность, сверх дух, описаны его качества, описаны его воплощения, как на земле. Ведь заметьте, для многих людей кажется, что невозможно, чтобы Всевышний воплотился на земле. Они говорят, Всевышний огромный, а земля маленькая. Как огромный Всевышний на маленькой земле. Но заметьте, если Всевышний всемогущий, разве может быть хоть что-то, что он не может? Если он проявленный даже в атоме, и в образованиях, из которых состоит атом, разве сложно ему воплотиться в человеческой форме жизни? Разве сложно ему проявляться в виде многих звезд этой Вселенной? Ведах так и говорится, у него множество тел, у него множество проявлений, проявлений, явлений прабога. Поэтому он и называется прабог или сверхбог. Так как в ведической традиции богами называются могущественные существа Вселенной, которые в христианстве называются ангелами или архангелами. И для того, чтобы отделить этих существ от Всевышнего его называют сверхбог, всебог, прабог. Или допустим термин Всевышний, то есть тот, который выше всех. Для того, чтобы проявить всю многогранность понимания Всевышнего, в ведической традиции существовали изображения Всевышнего. здесь есть один очень интересный нюанс, который проявлен в частности в иудаизме и исламе, где есть запрет на изображение Всевышнего. Я с этим полностью согласен, но в более развернутом, более многогранном взгляде на данный вопрос. В ведах указано, что нельзя изображать Всевышнего в виде человека. Понимаете, для чего это делалось? Для того, чтобы у людей не было ложного представления, что Бог это какой-то дедушка, ну или допустим не дедушка, а там мужчина какой-то. Или молодой парень типа Кришна. Да кто угодно. Ребенок. Да. Чтобы не было представления, что это какая-то такая форма, которая сидит на небе и вот там думает, а чего нового сделать? Кого там нового, там, змеями, так сказать, посыпаться? А мужское и женское начало, Арик, ты сказал, сказать, немного ранее, но он 10-15 назад, что Бог-Отец в Тургенском. Да? А вот в этом плане что говорит славянские славянские веды по поводу мужского и женского начала божественного. Конечно, есть указание на это. Каждый из вас видел Солнце. Вот кто из вас не видел Солнце? таких. Вот, допустим, это самый лучший способ, как часто я успокаиваю атеистов. Они начинают говорить, никто не видел Бога. Я говорю, ну давайте выйдем, сейчас покажу. Вот Солнце, его проявление, вот ветер, проявление другого Бога. И в ведах объясняется, что Солнце одно из проявлений Всевышнего. И само Солнце это тело Всевышнего. Но вокруг есть свет. Это рада силой слава Ра. В древних текстах и Ра и Раду часто называли одним и тем же словом. Их называли Ра. Но древние наши предки могли так произносить одно и то же слово, что оно звучало чуть-чуть по-другому. Разное ударение делать и так далее. Для людей Калиюги сделали так, что его называют Ра, ее называют Рада. Ну, чтобы было понятно, что это не один и тот же, и было понятно, о ком идет речь в каком-то конкретном случае. Вот почему в аштабской традиции в связи с этим Рада есть, а Кришна тоже живет. Как Кришна связана с Ра. Там есть Рама, и если взять древний вариант... Извини меня, Рама, тогда Сита. Да. Рама и Сита. Кришна, Рада. А если в аштабской традиции получается несколько иначе. Рада несет как божественный аспект, а Кришна в своем имени божественный аспект Ра не заключает. Согласен. Как быть? Я это могу объяснить, это все прекрасно описывается. Ра имя Всевышнего. И когда он воплощался как то проявление, которое индусам известно как Рама, его называли Ра, его называли Рама, то есть Ра Могучий, но у него было отдельное имя, его называли Саагаст. И в списке князей не указано Ра, как одного из князей, который правил на земле. Указан Саагаст. Но указывается, что это тот же самый Всевышний Ра, который царствует всеми мирами и так далее. Его женское дополнение имя как княгини Славедата, сокращенно Сита. Любили. Вот, допустим, есть имя Нефертумейт, жена бога Нефертума, бога растительности. Ее потом сократили до звучания Нейт. Так и тут Славедата сократили до звучания Сита. Любили наши предки иногда слова сокращать, это сохранилось и у христиан. Они, допустим, пишут не Богородица, а пишут БДЦА и сверху ставят значок, что слово сокращено. Не Господь, а ГДД и сверху тоже значок. Видели на иконах? Да, то есть для наших предков это характерно, они это любили делать. Если образ и так понятен, зачем его там Талмудом целым описывать? Но, с другой стороны, это вот написание, но читалось то все равно полностью. Конечно, но могли прочитать коротко в случае необходимости. И ведь имена были, длинные имена у людей, иногда их сокращали, и сокращали тоже по тетличному принципу сокращения. Не просто человека зовут Иван, его назвали Ванькой, или Александр, его назвали Сашкой, и таким путем вообще сместили диапазон всех волн, которые на него накладываются с этим именем. А это делали тоже по определенным правилам, для того, чтобы весь диапазон сохранить, но как бы заархивироваться. И вот Нефертумейт прекрасно заархивируется в слово Нейт. Да, 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 да. Так же самое, как Славедатта сохраняется в слове Ситта. И если взять многие индусские старые варианты Махамантры, то там было даже звучание как Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Вишну, Хари Вишну, Вишну Вишну, Харе Харе. То есть Хара или Хари, это как раз указание на женскую природу, женскую энергию Всевышнего. Ра, в данном случае как Рама или Вишну, индусские имена Всевышнего. Потом Вишну, 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 поклонники Кришны сказали, что в последнем воплощении Бала Рама, как воплощение Рамы, отошел на второй план, а бывший Лакшман, воплотившийся как Кришна, встал на первый план, так как якобы Рама в том воплощении Кравани не так хорошо отнесся и так далее. То есть для тех, кто изучал эти все концепции, то там понятно. Но сейчас это редко кто разбирает. Чтобы понять почему так, я некоторых ишиваитов, и вайшнавов, и кришнаитов ловил на месте деятельности. Преступление. Нет, на месте хорошей благочестивой деятельности и пытал в украинском смысле этого слова. По-украински пытать означает спрашивать. Значит, на месте преступления испытал. Да нет, так и говорится. Дозвольте вас запытаты, пани. Спросить. Да. 15 дней. А русскоязычные люди это слышат и говорят, нет, нас пытать не надо. Хоть на самом деле, если разобрать еще в глубине образ, то изначально он и не особо негативный. Изначально там докопаться до глубинной сути и подпитать свое сознание осознанием чего-то нового. Дело в том, что это достаточно сложно в Калию осуществить в наше время. Почему? Потому что то, что надо запитать, находится на уровне подсознательного и бессознательного в нашем мозгу. то есть мы не можем это осознать. А задействовать это можно, но не на бессознательном уровне. Согласен. Сознательный дед практикой. Поэтому многие люди я имею в виду религиозного плана своей эволюции произносят мантры даже толком не понимая что они произносят. Вот скажем ты разобрался откуда идут корни слов и так далее. А они не разбираются в этом деле. Каждому не объяснишь верующему эти вещи. Полностью согласен. И они произносят тысячекратно каждый день те же кришнаиты ващнавы одни и те же мантры и в основном маху мантру если говорить о многократном повторении имея в виду что она из бессознательного уровня достается какая-то информация и помогает нам в этой жизни. То есть она материализуется здесь. Я полностью с этим согласен но здесь есть две грани. Первое слова уже имеют вложенный в них смысл. И мы абсолютно не понимая что это за слова повторяя их этот смысл достаем. Другая грань человеку можно дать вот этот предмет любой предмет просто кирпич взятый со стройки и сказать это священный предмет он будет на него молиться и он через него обращаясь ко Всевышнему настолько разовьет свое сознание что Всевышний сам проявится для него через тот предмет такое тоже в ведах описано ну данный предмет ваджер который ты держишь если ей ударить по священному колку то раздастся определенный звук и таким образом человек даже не понимая не осознавая откуда достается эта энергия производит этот звук слышит его и этот звук вдруг он ощущает что он вводит в медитацию согласен а не склоняет скажем к активной трудовой деятельности на благо Советского Союза здесь отвергшего Бога интересное словосочетание ладно здесь есть вообще интересная грань если уж взялись вопроса колоколов допустим в Совете рахманской традиции хранится ряд колоколов которые были сделаны вообще непонятно когда то есть они были сделаны в глубочайшей древности они так и хранятся вот священнослужители знают что это то что было еще с времен дедов прадедов и на них подобно этому колоколу на них есть начертания определенных мантр видите здесь тоже мантры начертаны был поставлен эксперимент в городе Львове взяли ряд эзотериков выбрали там 8 человек всего лишь выбрали потому что выбирали качественно и человек зная какая мантра какая сила этим колоколом активизируется колокол использовал и спрашивает у эзотерика ну как кого мы тут вызывали что мы делали эзотерика говорит ну вот эта женская энергия пошла это значит Богородица Мария все такое наш думает хорошо имелось ввиду на колоколе том допустим Богородица Вселенной но поскольку эзотерик был христианином для него это Мария конечно же но все равно он уловил саму идею уловил саму основу другой то есть и в принципе эзотерики прочувствовали по звучанию колокола то значение которое на нем написано то есть можно взять колокол одинаковой совершенно конструкции но в зависимости от тех знаков которые на нем от тех мантр которые на нем тоже будут разные энергии развиваться я очень благодарю вам Рита что он вот сейчас мне в принципе помогает хоть и в каком-то степени отходить на разные такие темы которые казалось бы и напрямую не относятся но они также очень связаны то есть смотрите мантры написанные на предметах знаки нанесенные на предметы это все колоссально влияет поэтому если вы возьмете древнюю вышивку что характерно в славянской вышивке кто скажет с этнографией никто не знаком вижу я тогда как единственный кто очевидно знаком говорю что на очень многих предметах вышивки присутствует восьмиконечная звезда она называлась аулатар-ра и означала гармоничное уравновешенное мироздание она похожа на то сплетение квадратов которое является священным исламе если знаете там так же да то то есть один квадрат мужской природы другой женский это боги и богини но в этой звезде есть центр и центр всевышний который из себя испустил но сама как бы эта фигура имеет так же платформу на которой она находится и это рада это сила и слава всевышнего таким путем в восьмиконечной звезде упомянут ра источники центр рада как платформа для существования и боги основные иерархии вселенной используется так же в славянской вышивке множество свастических знаков которые в принципе сродны движениям галактик здесь просто изображены галактики но на вышивке галактику не изобразить надо ее как-то сократить и если галактика двухрукавная получается меандровая вязь если галактика четырехрукавная получается свастическая вязь то есть по сути дела той орнаментики которая присутствует на древнеславянской ведической посуде на вышивке на предметах быта орудия и так далее там вселенские знаки там вселенские понятия это есть даже в московском историческом музее и в этом проявляется в частности богоцентричность потому что все ведические орнаменты сделаны так чтобы человек даже если он материалист ему скажут ну просто хочешь чтобы денег много было выше этот орнамент на вышивке теоретически вообще на куртке можно вот если человек как бы у него другие ценности хочет чтобы семья была крепкая дает другой орнамент но вот орнаменты рахманской традиции они сделаны так чтобы не отводить человека допустим если он хочет благосостояние чтобы не отводить его только к Богу благосостояние и все а чтобы его отвести к той грани восприятия Всевышнего общаясь с которой он и получит то что хочет и направиться дальше сам по себе орнамент как изображение он же ничего не дает человек же должен конечно конечно ведь сейчас как многие говорят или все пути одинаковы все пути хороши или часто религиозные деятели говорят мой путь самый лучший все остальные плохие или некоторые говорят нет вот эти пути хорошие а те плохие то есть люди часто обсуждают пути а как же качество идущего ведь даже по хорошему самому идеальному пути некачественный идущий не пройдет согласны же с этим дом не захочет или споткнется или не захочет идти идущий ну некачественный это так неустремленный или ну чтобы не говорить нехороший там какой-то еще поэтому в ведах как бы дается такое соотношение чтобы мы учитывали всю многогранность сидя с этой стороны допустим я вижу одну желтую розу два розовых цветка вижу частично вот эти розы но я не вижу эти цветы вы видите эти цветы вы не видите эти но они же существуют и те и те а еще существуют какие-то внутри которых мы ни я ни вы не видите маленькие человеческая природа то есть многие как люди сейчас боятся пентаграмму говорят что пентаграмма вот это у коммунистов или у сатанистов но если человек встанет расправит ноги и расправит руки что получается получается пентаграмма сейчас многие и этого славян это отчасти да если он в штанах то шестная часть как бы не видна и тоже получается пентаграмма есть другой знак допустим который часто сейчас люди критикуют говорят вот шестиконечная звезда плохая звезда евреев там все такое для каких-то да для каких-то нет но на самом деле что шестиконечная звезда в одном из изначальных своих смыслов это просто поднимающийся поток людей то есть человеческих сознаний вверх и благодать которая к ним идет от Всевышнего нисходящий восходящий поток сознания да которые соединяются и порождают какую-то какую-то деятельность или какое-то восприятие ну что-то порождают в общем я хочу сказать что веды о которых ты говорил это всегда нисходящий поток нисходящий сверху поэтому веды придуманы не людьми это откровение на самом деле есть бога откровения вот веды относятся к честному бога откровения подтверждаешь да конечно а есть а есть вещи написанные людьми это другое это попытка синхронизировать свое понимание с потоком нисходящих согласен но здесь есть важная корректива веды это нисходящий божественный поток это от богов это не от людей но люди часто развивали и классифицировали некоторые темы вот допустим есть девять основ духовного развития это божественная часть веды сагаст воплотился ра рассказал это все ну это запечатлели этому следу а вот уже классифицировать это более детально а вот как это проявляется в быту а вот там говорится о вот недопустимых убийствах а что это вообще никого не убивать вообще никого не убивать мы и не можем так наше тело устроено и что это понятие целесообразное убийство вот как ты сказал что не надо делать если это нецелесообразно это подразумевает что когда-то это целесообразно да конечно то есть если разобраться то в нашем организме постоянно идет убийство мириаджевых существ в наш организм вторгаются враги наши микробы какие-то потому что эти враги в конце концов хотят привести к заболеванию тела да да они не хотят они могут у нас заповедям интегрального здоровья это неправильный взгляд по заповедям интегрального здоровья у нас нет врагов вся любая болезнь это попытка очищения того безумия которое сотворил человек внутри себя согласен какой-то стало быть они друзья они помогают там очиститься вот вот это понятие друзьях и врагах с ведической точки зрения оно чуть другое чуть многогранное вообще и в принципе в ведах описано даже как действие врагов использовать на конечное благо и по сути дела врагов вообще нет но условно говоря интегральное понятие да но условно говоря в каком-то смысле вот тех вторгающихся существ можно сравнить с вражеской армией которая вторгается в страну и ей навстречу идет армия из тела человека то есть те мелкие живые существа которые нейтрализуют а между ними есть еще третья армия это армия дисквалицированного сознания человека вот есть то что ему дано от бога человеку по образу и подобию есть дисквалификация этого сознания то есть неразвитые создания которое порождает массу патогенных процессов а есть армия вот этих помощников наших и врагов которые приходят тогда ну как тараканы тараканы не водятся там где чисто они приходят там где грязь санитары нужны там где вранье крутится на свалках в основном там где нужно чистить землю туда приходят эти микробы конечно и мыши заводятся в грязном доме но в этом доме или подвале вводится кот или кошка которые этих мышей ликвидируют да и тараканы в голове как говорят даже выражение есть так конечно поэтому так же и в теле есть организмы которые постоянно кого-то так сказать убивают но не тараканов надо гонять а чистоту навести согласен с этим то есть от каких-то убийств мы не можем отказаться какие-то уже биологически обусловлены ну это целесообразное убийство ты хочешь сказать ну в каком-то смысле а я вот не могу согласиться тараканов можно не убивать есть люди которые морят тараканов и кстати сами от этого страдают для этого они используют кларокост дихорнифинил треклор ветерметан а сами получают онкологию вдыхают все это аллергию и прочие вещи они съедают вдыхают все есть же другой способ почисти себя постом голодовкой молитвой всем помойся просто да и посмотришь и посмотришь оказывается если почисти создание тараканов в нем не будет прекрасно и тогда не надо будет целесообразно убивать вот собственно сейчас мы и подошли к интересному факту есть основная идея девяти основ духовного развития то есть есть эти девять основ духовного развития как божественный нисходящий поток а мы тут сидим и думаем а что целесообразное убийство а что нецелесообразное а как это понимать а как это применять и что из этого делать да может выпустить от слова просто вот или выбросить или заменить или разъяснить или взять текст лучше изучить или еще как-то так то есть в любом случае когда мы это как-то обговорим когда мы это для себя примем и решим как это использовать получается восходящий поток то есть от нас навстречу этому то есть даже уже из этого проистекает та же самая шестиконечная звезда и польза ведического знания да как бы оно восходящими созданиями не было сформулировано на каком-то не очень идеальном языке скажем и кто-то сформулирует так кто-то по-своему а через несколько тысяч лет эту же фразу ведическую более развитые живые существа совсем по-другому осмыслят и в ведах как бы основные вот эти фразы основные мантры они даны с учетом того что материалист возьмет из них там то что ему надо материально какой-то там чувственный человек там или мистический эзотерик возьмет что-то свое духовный человек возьмет свое еще можно с разных сторон взять по-разному взять разными так сказать вариантами по-разному использовать но основная духовная идея в ведах сохраненных рахманской традиции в священных ведах Индии в авесте в текстах пирамид текстах саркофагов и книги мертвых изначальная идея даже старшей Эдды которую потом исказили сделали мрачной концеследнической и так далее но изначальная там суть такая чтобы направить человеческое сознание к рам с любого уровня с любого с любой позиции хочет человек быть богатым вот обращайся к рам будешь хочет там семью большую обращайся есть молитва не надо к богам не надо еще кому-то есть рам хочешь победить кричи ура ну и это тоже как один из вариантов то есть мы ура мы под защитой рам и иногда враги даже разбегались они думают вот эти напрямую со всевышним а мы тут с велесом там или еще с кем-то пора отсекать лучше а когда еще групповая нервни объединяется целый батальон кричит ура тут никакое оружие не может вот допустим как великий магаценес император Святослав один из последних великих императоров Руси он просто в панику и бег поверг византийское войско он снял с себя и со своего воинства доспехи по пояс они оголились взяли исключительно по мечу с рунами древними с символикой и с диким воспеванием мантр практически но это как византийцы записали с криками ура и так далее они побежали на этих византийцев а византийцы тут уже и Библию забыли с перепоху и все что там помнили и побежали думают не лучше там со Святославом мир подписаться а то вообще перережет так сказать на корню кстати говоря вот книга Урантия есть она кстати говоря не зря так называется это означает ура я осмыслял этот вопрос то есть книга называется Урантия как название Земли да планета света света бога а есть допустим непосредственно как Земля называется в Ведах в Ведах Земля называется Рата или Аррата и Рата это та которая принадлежит Ра Ра Звание Азии Тартария то есть опять идет игра слов когда Арт Та которая прожит Арию то есть не совсем ну немножко татарской крови вообще указание чуть-чуть другого ну ладно это шутка хорошая шутка хорошая и что в этом интересного что Рата принадлежащая Ра это и название гипербореи северного континента и название всей Земли Аррата то есть местность которая принадлежит Ра на которой живут Арийцы Арэвыч ну или просто живые существа в принципе под классификацию Арэвычей подпадали практически все люди на нашей планете только есть дополнительная классификация Арэвычей 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 Белобожичей Арэвычей Чернобожичей и так далее отца Арэвычей отсюда то чуть-чуть другое как то есть это упорно но здесь также есть переосмысление якобы это от Цезаря происходит Цезарь Кесарь Ксар Царь то есть Цезарь но если мы вернемся обратно к корням я указывал сегодня на корень Кси помните и вот живое существо личностная искра называется Ар а также может называться Кси можно назвать Аркси перевернем это слово у нас получится слово искра 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 как часть вселенского огня перевернем обратно Аркси то есть дух самостоятельное живое существо качественно равное Всевышнему но количественно намного меньше а можно и по другому это слово перевернуть и у нас получится Ракси или Ракса то есть Ра управитель как дух чего-то Бог чего-то отсюда вот так же слово которым называли древних царей возможно замечали это Ракшасы Ракшасы это чуть-чуть другое это когда это же слово зачеркнуто то есть оно приобретает противоположное значение пишем друг зачеркиваем уже не друг не друг да а сейчас нету этого правила о зачеркнутых словах и сейчас люди просто говорят в переносном смысле слова надобность в этом в нашем языке осталась понятие этого осталось правила зачеркнутых слов убрали но народ нашелся не прибавлять друг не прибавляли нет можно так сделать можно без отрицательной просто зачеркнуть слово то есть все это в языке есть и если взять Европу древние цари Европы не назывались царями они назывались Рексами или Роксами в разных вариантах Артур Рекс это на его изображении Германо Рекс Германо Рекс один из царей Германцев то есть кто знает историю видели это все Артемы то есть от Ра Кси от Ра Царь или от Ра Дух в этом и отчасти проявляется Боговдохновенность власти власть которая от Бога власть насчет имени Артем я сейчас воздержусь от комментариев вот сколько я Артем встречал все они достаточно темные возможно так называют тема просто арк убирают и оставляют тема возможно перевести как затемненное живое существо ну или потом когда вообще живое существо убирается остается темно хотя и царского может быть какое-то отрепление а вот те которые совсем потому что они сильные вот сколько я встречал Артемов они сильные в различных аспектах и властные как правило и им это власть не дается но они ее все время дискулицируют то есть то что Амрит сказал относительно Ракшасам тоже в принципе с этим связано те которые не хотят уважать Ра как Всевышнего Бога называются Ра Кша Сана то есть те которые не уважают Ра это пишется зачеркнутым есть другие варианты этого слова в тайной книге Иоанна которую еще в 2011 я издал совместно с издательством Стигмарион там разбираются эти слова то есть идет рассмотрение этого дела но идея какая идея не просто коверяться в словах сейчас в славянстве есть проблема когда люди начинают коверяться в словах и о а вот это слово это значит а вот это то это не идея для чего это делалось идея та ведическая на основе которой это делалось чтобы через слова через корни привести человека к осознанию Всевышнего если есть слово радость если есть слово правда равновесие и так далее и так далее где ра это центр суть основа и венец языка как каждого слова в частности так и языка в целом то у человека уже в сознании складывается богоцентричное мировоззрение а если человек с детства ест с тарелки в центре которой изображен знак ра если человек с детства носит вышивку на которой везде указан культ ра направление к ра обереги на которых указан ра и так далее то так или иначе уже складывается богоцентричное мировоззрение в поздние времена это как Амрит говорит дисквалифицировалось или просто деградировало когда люди не понимали значения но использовали потому что так бабушка использовала или дедушка но все равно эти знаки благоприятного здесь товарищ Масара Эмото ведь вообще просто над водой говорил какие-то слова вода какая-то хорошая я тебя очень люблю а у тебя тут еще цветы стоят хорошая вода хорошая то есть участие по методу Масара Эмото воду тут структурировал да еще и серебра сделан да будет не плохо конечно поэтому в частности в ведах и указано что золото не благоприятно людям носить а серебро благоприятно здесь много нюансов и золото как то есть есть даже понятие золотой стандарт золотой век и для предыдущих эпох указывается что даже носить золото на себе нормально и хорошо а вот четвертую долю к аллиюгу когда к золоту привязано понятие греха заметьте сейчас деньги равны золоту в сознании людей на деньгах висит что наркотики проституция и все остальное это же все висит и на золоте образы и оно на золоте висит даже сильнее чем на деньгах потому что деньги постоянно меняются меняется валюта меняются там иногда изображают какого-то царя или еще чего-то то есть носится свои изменения а золото уже за тысячелетия стало таким хорошим объектом на который все эти мысли образы сложились и у всех народах одинаково золото во всем мире единый золотой стандарт железом обвешется серебро притягивает во первых смотрите во первых серебро притягивает солнечную энергию во вторых серебро не подпускает ненужные микроорганизмы на железом железный век как работает как родное не указывается то есть в основлениях не сказано что нам на железо сильно сели в норме должно быть тот металл превалирующий в соответствующий его изряд золотой серебряный век местный век и железный век может быть это зависит еще от того как сидели живут согласен и смотрите сейчас современная цивилизация это цивилизация железа то есть начиная от мечей мечи железные щиты железные доспехи железные дальше оружие железное средства труда железные металлоконструкции в домах металл арматура вот то есть железный век он присутствует хорошо ярко выражен да с этим все хорошо священные знаки славян брошюра издана второе издание я тебе ее предоставил с великой радостью пусть носят все хорошо если разобраться у них изначально такие же знаки с обручальными кольцами что делать что же человеку прозительно какой металл носить на себе хорошо секунду вернемся к знакам коль было сказано что же китайцам носить вот знак инь-янь вот китайский знак для всех знаете да да не китайский уникальный это общечеловеческий знак конечно этот знак был присущий у кельтов этот знак присущий на некоторых скандинавских орнаментах этот знак присущ на посуде трипольской культуры а что он означает в одном из значений как бы то есть соединение и мужского и женского начала в другом варианте тоже в частности движение года или движение юг если на него еще крест наложить и получат вообще получается полностью годовой крест все это разбирается полностью солнечные циклы этому знаку соответствуют все с ним прекрасно вот я хочу позволь я скажу свое мнение по этому поводу и я все-таки это соединение гармоничное мужского и женского начала при этом не только на уровне живых существ а женских и мужских энергий так скажем да так вот почему это потому что оно символизирует двоичность не символизирует а в принципе это так есть двоичность управления нашей локальной вселенной астральной вселенной в которой есть владыка творец владыка и божественная мать вселенной а у людей где-то приводнуюсь на более низких уровнях сознания это воспринимается как гармония взаимоотношений мужчины и женщины и в норме они должны взаимоотноситься именно так как взаимоотносится верхнее двоичное управление локальной вселенной потому что мы же выходим юридикции и когда это взаимоотношение гармонизируется так чтобы быть адекватными тем верхним взаимоотношениям то есть духовным тогда будет гармония и благо в жизни да ну в каком-то смысле согласен то есть есть в ведах такие идеи и в принципе вот тут брошюру священные знаки славян поскольку я ее писал для славян я ее и конкретизировал как священные знаки славян ее можно назвать по-другому священные знаки человечества и тогда уже археологические доказательства приводить не только с территории расселения славян а из территории Китая шумеров шумеров Индии и так далее вот специализированные знаки они уже разные идут у разных народов а общие основные они везде в принципе даже в брошюре ты наверное видел я привожу изображение Одина и привожу изображение Мардука Мардук это шумерское изображение на камне в шумерском стиле все Один это миниатюра старшей Эдды может быть издать книгу которая не только для славян а вообще для всего человечества было полезно давай сделаем по работам а что там основа то есть основа есть это можно хоть в ближайшие дни пойти в музей нафотографировать археологических материалов по территории других народов и или как интернет издание или потом напечатать я готов если Амрин благословляет так мы еще вернемся обсудим идея хорошая поэтому в принципе и суть этих знаков если разбираться снова возвращаясь к нашей теме суть каждого из тех знаков которые я включил в брошюру это направление сознания кран только разные грани этого направления с разных сторон разными вариантами разными путями но в конце концов направление кран и иконография шивы иконография мордука иконография одина она схожа ее суть единая ведическая только каждый народ одел бога условно так говоря одежду характерную в себе изобразил в виде человека похожего на себя но символы они универсальные и они есть и они призваны привести наше сознание кран ко всевышнему всеобщему Аллаху всесветлому Саваоту Брахму Лишну Слава Сиева Сиева Истанра Живя Саре Братце 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 Любовь как вы все знаете это чрезвычайно важное понятие в жизни людей и вообще в жизни Вселенной Любовь это то ради чего совершают подвиги то ради чего иногда люди могут даже совершать то что кажется невозможным Любви посвящено множество книг множество стихов множество других разнообразных произведений культуры в разных областях совершенно это и статуи это вы знаете что такое множество есть то есть но что это такое сейчас многие не понимают вообще где она берется как она проявляется и что является настоящей любовью что является иллюзией что является половой похотью привязанностью или желание наслаждаться кем-то принося ему вред люди не разбирают эти термины к счастью остались древние писания в которых объясняется что каждая часть письменности каждая буквица имеет свое глубинное значение например древнеславянская письменность кириллица которой вернее производная от которой мы пользуемся и сейчас возникла не на пустом месте Кирилл и Мефодий не создавали славянскую письменность как таковую они сократили уже существующую древнюю в этой древней письменности было 64 образа которые обозначались знаками звуками и другими проявлениями в частности были буквицы которые назывались люди боги веди люди это все люди все разумные живые существа человеческого уровня развития боги бог или божественное в контексте слова любовь это все имеет свои значения свои аспекты все разбирается то есть в ведах объясняется что есть изначальный всевышний творец всех миров бог всех богов а его подчиненные существа тоже называются боги но это как низшие боги в христианстве они называются архангелы или ангелы веда это просто сборники знаний их можно изучать из древних текстов их можно познавать сейчас по природе получать от богов и так далее неважно откуда выберутся знания главное что есть знания истинные которые работают которые можно проверить и есть невежество а знания они едины если они истинные это понятно так же и древний термин любовь он означал люди ведающие божественную суть своей духовной природы люди ведающие всевышнего и люди ведающие свое предназначение люди божественное ведают сокращенно аббревиатура получается слово любовь и ведая божественную суть ведая всевышнего и направляясь к нему своим сознанием человек как раз достигал этого состояния которое собственно и обозначается термином любовь когда он хочет действовать так чтобы принести всем живым существам или какому-то конкретному живому существу как можно больше блага как можно больше радости как можно больше чего-то истинно полезного сейчас под любовью часто понимают привязанность привязанность которая вредит допустим сейчас многие женщины мне часто говорили а мы не можем отказаться от мяса потому что муж хочет мяса и соответственно надо ему готовить из любви к нему и так далее но это невежественный подход то есть из любви к нему любовь если в высшем понимании как желание действовать во имя во благо любимого человека она не подразумевает потакание его низменным прихотям вот это очень важные аспекты которые к сожалению сейчас людьми не проясняются не проясняются ни в каких словарях некоторые говорят заниматься любовью имея ввиду половые отношения причем даже с не очень знакомыми людьми совершенное непонимание слов непонимания их высшей божественной сути я призываю как раз к тому чтобы подходить к словам чтобы подходить к их смыслу чрезвычайно осознанно вторым важным составляющим слововедения высшего божественного слововедения является слово совесть ведь знания делятся в принципе на два типа веды и весты веды это знания материальной природе которые переносятся с помощью тонкой стихии воды но вести весть это божественное огненное знание отсюда в принципе и культ богини огня и знаний богини весты в греко-римском мире слово совесть означает получение от всевышнего сверх духа высшего божественного духовного знания всевышний подсказывает нам как лучше действовать но сохраняет за нами свободу выбора и свободу воли кто кто из вас слышал голос совести хоть раз это сокровенная весть от бога да сокровенная весть от бога который присутствует рядом с нами который присутствует с нами как сверх дух соответственно если мы ведаем бога проявленного рядом с каждым из нас можем ли мы хотеть принести кому-то вред понимая что рядом с ним проявлен всевышний который проявлен и рядом с нами который является творцом вселенной вот это и есть одна из граней любви в ведическом понимании а например веды четко и ясно объясняют что все мы это не просто поумневшие обезьяны все мы это частицы всевышнего веды описывают наше тонкое строение и так далее то есть ведая нашу изначальную божественную сущность ведая то что мы частицы единого творца можно ли пытаться кому-то принести вред еще одна грань любви в высшем этом понимании кроме того в ведах объясняется что если мы помогаем в развитии кому-то соответственно кто-то поможет в развитии и нам если даже не кто-то из людей то боги если не они то сам всевышний поэтому помогая в развитии служа другому человеку если у нас есть правильное понимание то мы даже приносим пользу непосредственно себе развиваем высшее божественное качество то есть люди ведают божественную составляющую которую стоит развить видите насколько многогранно насколько велико само слово любовь да другими терминами смотрите как интересно получается есть допустим система измерения где есть сантиметры километры есть система где есть дюймы а можно придумать любую систему измерения можно единую сделать можно сделать единую и она тоже будет как дополнение к тем которые уже были и как венчающим звеном но неважно какую мы систему используем все равно если мы понимаем само явление которое стоит за этими сантиметрами или дюймами да то мы поймем что разницы это по сути дела никакой нету граммы там килограммы или фунты какая разница конечно а ведь много очень в религиях сейчас происходит несогласие именно из-за нежелания понять термины другой философии другой религии найти интегральную суть всего вот единое что-то найти всевышний самая интегральная суть так же так же люди понимали окружающие религии и тем не менее эти покойки оставались неуспешны вот как думаешь почему хотя бы первая такая самая массовая причина это потому что да создается новое учение которое в себе вмещает ряд особенностей аспектов предыдущих учений но во-первых в этом учении формируется какая-то иерархия которая тоже уже хочет обособиться и так далее во-вторых есть так сказать батюшки и прочие начальники других учений которые говорят что все это от сатаны вот им сатана как будто бы список дал и говорит все от меня ну тогда вопрос а с кем они на контакте если они от него списки получают потому что каждая религия каждое учение имеет какое-то прекраснейшее качество допустим в египетской традиции настолько разобран аспект вознесения и поднятия высшей миры что мне допустим в писаниях рахманской традиции такого и не снилось индусы настолько разрабатывали разные аспекты йоги и тантры что я не знаю как бы многие аспекты даже никак в славянских текстах не существуют потому что допустим священнослужители славян это не сильно разрабатывали они разрабатывали в других аспектах а ведь все же эти разработки полезны и если вместить все самые возвышенные разработки самое нужное то мы дадим людям которые хотят устремиться ко всевышнему все возможные способы это сделать кому-то кому-то для этого йога ну вот есть некоторые славянские небольшие практики и масса индусских кому-то допустим надо точное знание образов вселенной и точное знание древних письменностей ну да есть там пара ивритских алфавитов есть санскрит и море славянских древних письменностей то есть с другой стороны многие те которые пытались соединить они пытались соединить иногда несовместимое иудейский обряд заклания агнеца никак не может быть совмещен с буддистской практикой ахимсы когда монахи идут и веником заметают перед собой дорогу то есть им как придется этого агнеца отметать что ли а для иудеев это имеет важнейшее влияние важнейшее значение в их богопонимании и здесь факт в другом что есть ли у нас желание направиться ко всевышнему или нет допустим я изучал то что делал Зараастр то что делал Ахенатон то что делали другие святые древности такие как Промысл такие как тот же Кришна Езус и многие другие никто из них никогда не пытался уничтожить какую-то религию допустим Иисус сейчас самый широко известный извини равно как они не создавали новых создавали последователей религии создавались вопреки их воле зачастую даже возьмем прекраснейший пример Иисуса Иисус пришел проповедовать иудеям Иисус пришел сказать что их то как они живут глубоко ошибочно и ужасно кошмарно просто и он им сказал вот потому что вы так действуете ваш отец дьявол он лжец отец лжи ну и так дальше это все есть в Евангелии но в то же время он им говорил что даже в их текстах он ссылался на их тексты он еще в 14 лет в своем знании ихных же текстов превзошел всех мудрецов что там были они там все в ужасе сидели как это такое вообще может быть они с бородами там до пола ребенок а он пришел и лучше знает а почему он лучше знает он знает его он знает творца а они знают тексты в которых описан творец ну а он его знает лично и он свое знание и кроме того в нем как в высшем божественном существе уже было заложено все знание вселенной ведах описывается что езус это один из важнейших богов одна из важнейших личностей во вселенной и то что как бы христиане говорят что язычники не знали езуса и все такое язычники может и не знали но в славянской ведической традиции езус записан про него есть огромное количество текстов каждому чтобы это проверить вводите в интернете езус парижский музей и там вы найдете древний кельтский рельеф на котором изображен бог езус о том что кельты поклонялись езусу записал товарищ цезарь цезарь не будет же лгать в сторону христианства он сам не был христианином и христианство тогда не имело распространения ведический культ езуса был так как в ведах объясняется что езус это и есть бог чистой божественной любви дело в том что иисус это чуть-чуть все-таки искаженное его имя искаженное русифицированное скорее евреизированное оно будет звучать как иешуа а на американский ладо это будет звучать как джошуа у них до сих пор есть такое имя ну так же допустим как иоанн по ихнему это джохан джон получается все это тоже в языках разбирается почему так получается почему в одних народах сохраняется один звук а в других другой это соответствует на самом деле аспектам сознания этих народов это можно будет как-то отдельно разобрать не в этом дело в славянских текстах езус не называется творцом но так же все-таки уточняется его чрезвычайная важность чрезвычайная роль в истории вселенной ну практически он сотворится как райский сын ну да то есть как бы если в плане бог как высшее могущественное существо ну да бог а если в плане как всевышний то нет всевышний один конечно есть кама знаете даже речка тут недалеко есть в России это как раз бог который связан с тем что сейчас большинством людей понимается под любовью этот бог связанный с желанием в частности с половыми склонностями людей но Езус это бог именно изначальной чистой вот этой любви любви как высшего божественного осознания и желания действовать на благо всех ну когда человек говорит что он любит там поесть любит те же помидоры это страшно звучит если иметь высшее осознание то есть как он считает что это божественное существо общается с ним слово неправильно потерплено конечно да просто аж как сейчас большинство людей живут на уровне трех нижних чакр а вообще кто из вас видел хоть раз древнеславянскую письменность церковнославянский алфавит церковнославянский алфавит я и читал помните там есть буквица в виде такой гадючки есть сейчас уже смутно помню но была такая она в христианском алфавите называется кси в древневедическом она называется пси и имеет как образное значение тонкое строение человека то есть она состоит из трех кругов три чакры головные сердечные две ее подчиненные и нижние то есть и объясняется это даже было в пророчествах что в современное время большинство людей будут жить именно на уровне нижнего чакрального круга то есть трех нижних чакр ну где там оборона совокупление и питание и желание обладать чем-то на чем-то властвовать вот поскольку у них такие только и желания то соответственно они и понимают это в низшем плане то есть те которые любят половые отношения чрезвычайно к ним привязаны они считают что любовь это только это те кто объедаются там имеют животы соответственно огромные и так далее они говорят что они любят поесть ну что по ним и видно в принципе то есть для них любовь это когда им кто-то принес вкусно поесть но есть и другие планы есть когда человек радуется и воспринимает как проявление любви когда ему рассказали какое-то высшее божественное знание когда ему дали какую-то книгу которая поможет в духовном развитии а есть когда у человека есть осознание когда он получает постоянно все новое и новое осознание всевышнего самоосознание то вот это состояние любви оно только нарастает это любовь в высшем плане в том в котором она описана в ведах конечно и в ведах говорится что в принципе истинная любовь она приводит ко всевышнему и в ведах уточняется необходимость и чрезвычайная важность осознанности и концентрации на всевышнем в каждую минуту ведь многие допустим да здесь мы собрались говорим о всевышнем думаем вроде о всевышнем зашли в транспорт кто-то наступил на ногу и уже ах человек такой плохой на ногу наступил а как же любовь а как же осознание всевышнего а как же осознание того что всевышний все делает чтобы нам было наивысшее благо как же осознание того что в каждом ситуации в каждом событии мы должны искать урок и выбирать из этого какое-то высшее осознание которое возвысит нас над ситуацией тогда я хочу пожелать еще раз всем праведным людям духовного развития и хочу сконцентрировать внимание на важности чрезвычайной важности осознанности осознанности в каждую минуту осознанности в каждом действии почему мы так сидим почему руки сложены так то есть что это просто дань традиции или может быть есть какой-то глубинный аспект вот а вы знаете допустим что в ладонях есть определенные энергетические центры да их можно считать как второстепенными чакрами согласен полностью или в других вариантах просто важные энергетические центры они называются и таким путем человек приводит потоки своего тела в гармонизацию и вот такие какие-то древние аспекты древние традиции которые многие из нас сейчас даже исполняют или не исполняют не понимая их сути я считаю что важно разобрать и важно осознать важно осознать каждую минуту своей жизни что как во имя кого и для чего мы делаем аумс васева славара люди как только не питаются и про это тоже когда в принципе можно зайти в супермаркет то только господи помилуй остается и говорить и думать почему пища с гмо пища с консервантами пища мертвая если у кого-то хоть чуть-чуть развито какое-то зрение можно просто зайти в супермаркет даже фрукты даже если они красивые даже если там все это вот мертвое пища с паразитами с паразитами это уже я даже не говорю паразитов огромное количество просто большинство людей сейчас гонятся зачем чтобы яблоки были красивые чтобы там не было никаких пятнышек вмятин еще чего-то на самом деле эти яблоки которые так сказать красивые они мертвые это как макет яблока статуя яблока это яблоко не для пищи так же само в принципе как и с остальными продуктами но большей частью я сейчас хочу сказать все-таки о вегетарианстве дело в том что многие как бы думают да какая разница в принципе что есть и то и то в магазине и то и то доступно но разница есть великая и к теме вегетарианства я хочу сейчас подойти с разных точек зрения например кто из вас знает относительно соотношения кислотно-щелочного баланса длины кишечника и строения челюстей хищников в природе и травоядных животных самое простое строение челюстей у хищников что? клыки для того чтобы удобно было вгрызаться плод и рвать если кто-то из нас подойдет к корове даже будет очень голодный мы откусить не сможем уже сама вот такая биологическая предрасположенность говорит о том что мы существа преимущественно травоядные если даже точнее брать то существа плодоядные не плодоядные плодоядные и в принципе люди которые питаются преимущественно плодами деревьев они соответственно и здоровее и все работает как следует то есть можно с такой стороны зайти можно зайти с другой стороны да некоторые говорят ну если так сказать бог не хотел чтобы мы ели мясо то мы вообще его не смогли есть дело в другом дело в том что человеческая жизнь она все-таки ценнее чем жизни животных и богом богами природой предусмотрена возможность чтобы в крайних ситуациях мы могли подпитываться от плоти животных да ну допустим холод тундра какая-то там ничего не растет экстремальные ситуации да но в идеале в идеале наш организм как раз предназначен для поедания плодов ну и других растений конечно то есть если есть желание можно отдельно разобрать даже распорядок нет ведь в ведах это интересно разбирается например вот можно есть даже ту пищу которая полезная но в неполезное время и она пользы принесет мало соответственно чтобы питаться правильно надо знать распорядок дня и в ведах говорится так что допустим сыр многие другие молочные сметана они лучше всего усваиваются человеческим организмом в районе 9-11 часов утра еще раньше часов 9-8 очень хорошо сладости употребляли сладкие разнообразные фрукты и так дальше ну те которые питаются современной пищей то соответственно выпечка какая-то сладкая это тоже в то входит днем днем в полде когда солнце светит сильнее всего нам лучше всего переваривается зернобобовая пища ведах объясняется что солнце имеет как обычный свет так и тонкоматериальный свет и многие говорят а если мы в помещении то как солнце на нас светит так сказать а кто из вас слышал про такие штуки которые называются нейтрином им все равно 20 этажей сверху 40 да хоть не знаю там зацементироваться в бункере они проходят даже через землю насквозь через всю планету от солнца идет тонкий солнечный свет для которого нет преград и вот в полдень он прямо над нами он на нас светит это нисходящий поток через верхние чакры идущий в желудок и дающий возможность лучше всего перерабатывать зернобобовое и в ведах говорится что если зернобобовое употреблять в полдень давать им возможность перевариться когда надо то зерно будет улучшать работу мозга если же зерно есть особенно вечером получается с вечера оно будет ждать до полудня чтобы перевариться за это время оно начнет портиться разлагаться и все это время оно будет тяжелым грузом висеть в теле и приносить уже сознанию не пользу а вред поэтому в ведах говорится так что вечером зернобобовые и сладкие продукты противопоказаны на все 100% если кто хочет болезни вечером надо есть зернобобовое и сладкое иди от обратного так сказать но вечером что надо есть вечером в ведах говорится очень хорошо использовать разнообразные супы где больше жидкости и меньше густого очень хорошо также перед самым сном выпить молока и чем более человек чист тем больше молока он сможет выпить даже дается такой вариант что молоко можно подогревать и в молоко можно добавлять специи разнообразные в идеале древние священнослужители выбирали специи под каждого человека в отдельности учитывались его биологические показатели учитывалась его дата рождения и учитывалась его сфера деятельности ну так же климат место это само это если коротко распорядки дня также в ведах говорится что лучше всего ложиться спать в районе девяти часов вечера и время где-то с девяти до часу это то время когда нервная система может лучше всего отдохнуть почему потому что поток солнечного света тонко идет под таким углом когда он не тревожит нервную систему человека но мы можем сами ее тревожить тем что ходить о чем-то думать что-то делать многие как раз еле-еле просыпаются там в одиннадцать как полусонные зомби ходят до двух до трех а вот в одиннадцать двенадцать вечера как раз просыпаются начинают активно действовать это самое что не должно быть потому что в это время как раз организм должен отдыхать нервную систему надо положить в спокойное состояние и чтобы организм имел возможность регенерировать расскажу на своем опыте когда я узнал от духовного учителя про это дело со временем я смог сократить сон от того что я ложился где-то в девять полдесятого и мог просыпаться уже в час ночи и делать то что мне надо сейчас я в принципе вообще отказался я это никому не советую потому что нервная система может выйти из строя полностью мне поэтому в частности и чакры приходится постоянно контролировать а не давать им действовать как они сами работают то есть это дает ряд осложнений но сократить свой сон до трех-четырех часов это реально для каждого из вас можно ложиться просто в девять и просыпаться уже в час-два то есть вы сами по мере исполнения этой практики почувствуете что уже допустим не хочется больше спать многие люди говорят а что же тогда делать на самом деле я думаю что вы найдете что делать мы найдем вот точно вот поэтому слава богу здесь такого вопроса не стоит ну хорошо а вот допустим я сталкивался с такой проблемой что люди говорят днем надо работать вечером надо что-то готовить для семьи все такое а когда что-то изучать когда там какие-то высшие науки изучать нету времени вот как раз ночью можно изучать высшие науки все себе спокойно спят отойти включить лампу и читать себе спокойно а зато потом целый день есть что осмыслять зато мозги работают как наилучшим способом а так что мозги еле-еле в 11 поднялись еще полусонные что это такое вот кстати то что меня радует что допустим на Украине в частности в сельской местности люди просыпаются очень рано здесь в Москве только к 12 просыпаются в 9 ложат четко ладно мы зашли допустим к проблеме мясоедения и к возможности вегетарианства с точки зрения биологии человека и ее в принципе несовместимости с постоянным потреблением мяса если допустим вы знаете то если человеку не давать никаких фруктов и кормить его только мясом за месяц любой человек умрет а если с сырым каждый какой человек если взять какого-нибудь там чук-чук то у него даже пытка такая была не только мясом и за несколько дней человек умрет за месяц если даже ничего не давать только мясо вы вегетарианцу в минуте 19 часов я сейчас говорю не за вегетарианца а вообще за человека допустим он умеренно потребляет мясо но у него все забрали оставили только мясо если месяц выживал то это оставался инвалид то есть я не хочу рассказывать все ужасы которые происходили с человеческим телом после месяца поедания одного только мяса я читал это по летописи и такая казнь была во многих странах Европы это считалось одна из самых страшных казней даже страшнее простого убийства почему просто убили и все страданий нет а тут его мало того что месяц отмучали то он еще остался если после этого и выжил то не доведи боже никому такого что потом происходит воистину воистину господи но допустим вы знаете что на прокорм животных которые убивают на мясо идет куча растительной пищи огромное количество а есть люди голодают и как это считать себя допустим духовным как некоторые там христиане и другие считать себя каким-то просветленным и ввергать в голодание других своих же сородичей людей ведь если мы откажемся от мяса то останется больше растительной пищи которая сможет пойти к тем голодающим в конце поэтому даже с такой точки зрения вегетарианство как часть духовного развития просто само собой разумеется если кому-то есть что-то опровергнуть с радостью приму эти доводы вот у нас таких нет это радует я вас поздравляю на самом деле даже опровержения бывают разные и некоторые опровержения бывают очень грамотные и мне доставляет великую радость эти опровержения разобрать и доказать их не состояться своего рода как зарядка для ума вот допустим возможно ли развитие высших качеств человека без вегетарианства как вы думаете если человек поедает мясо его тело является ходячим скотомогильником по сути дела он ради ухождения своего чрева ввергает страдания в смерть мириады живых существ хладнокровно и даже безразлично смотря на то как страдают те же коровы возможно ли развитие высших качеств в таком варианте кроме того неотъемлемой частью развития является самоосознание осознанность и самоконтроль контроль своего тела когда не половые органы указывают путь движения человека не желудок не ум а высшая цель согласны и на этом плане нам очень важно контролировать свой желудок со временем когда человек отказывается от мяса ему становится легче преодолеть другие вкусовые привязанности вплоть до того что в конце концов человек будет воспринимать пищу исключительно как средство поддержания и функционирования тела но не как привязанность а ведь согласитесь что чем меньше у нас привязанность тем более мы свободны тем более мы можем развиваться или допустим как часто контролируют людей подкладываем или женщин или соответственно если женщина мужчина или угрожая смертью а если человеку по сути дела безразличные вкусы пищи если человек нормально реагирует на противоположный полбас разных там ненужных реакций то по сути дела такого человека не смогут контролировать ни одни вымогатели ни одни бандиты им просто не будет за что так сказать зацепиться чтобы этого человека вести себе в подчинение то есть самоконтроль дает нам независимость даже с этой точки зрения вегетарианство чрезвычайно полезно есть примеры да в ведах описаны и в обычной истории очень духовно развитых личностей которые ели мясо но это скорее исключение и они высокоразвитые по прошлым жизням они могли допустим даже поедая мясо не пачкаться об это но мы не можем мы не являемся такими просветленными поэтому нам чтобы очиститься и совершенствоваться от поедания мяса просто необходимо отказаться кто знает извини а что заставляло этих высокодуховных личностей поедать мясо какие дело в том что как бы разные ситуации тут это надо разбирать каждый конкретный пример и я сейчас не готов этим заниматься допустим ветхозаветный Илья какой-то ворон ну то есть если он жил в пустыне то а что же тогда делать помереть или так сказать принять что-то такое мясное я на данный момент эту тему не хочу затрагивать хоть ее можно развить можно конкретно пройтись по Рюрику по его истории как он питался мясом и как он под конец жизни окончательно отказался от этого и так дальше по другим великим личностям я думаю это сейчас не цель Заратуштру знаете вегетарианец Пифагор Платон Плутарх вегетарианца Будда тоже вегетарианец как ни странно Иоанн Златоуст и большинство ранних христиан из индуистской семьи ну вот а кстати знаете как его называли Сиддхартха или в других вариантах Сакьямуни то есть мудрец рожденный в семье Саков Саки это азиатская ветвь скифского народа то есть даже это показывает родство культур дальше ранее христиане также были вегетарианцами преимущественно и по учению Иисуса они и должны были быть вегетарианцами поэтому чтобы как-то христианство сделать более принятным для Римской империи Павел сказал не гнушайтесь мясом и вином то есть он попытался христиан учение Христа подстроить под обычаи Римской империи что было то было судья один судья один но факт такой был и это получилось искажение изначального учения Иисуса поэтому в раннем христианстве была куча расколов и не было единого христианства единое христианство создал Константин император который созвал всех главных христианских деятелей и сказал так давайте решайте основные постулаты решайте как это все будет и они голосованием решали есть у женщины душа поздравляю вас женщины с перевесом в несколько голосов у вас душу все-таки признана а представьте что было если бы несколько человек заболело нет душа бы осталась только в христианских сознаниях остался бред там и так осталось что женщина это типа сосуд порока и все такое но это тот же сосуд из которого рождается новая жизнь идем дальше Леонардо да Винчи Геоте Вольтер Руссо Лев Толстой Бенджамин Франклин Махат Маханди Бернар Шоу и целый ряд других выдающихся людей разных времен народов были вегетарианцами их вклад в мировую науку то есть общеизвестный но почему люди беря от них их достижения в области науки в области философии забывают о том что все они указывали на необходимость вегетарианства а ответ один невежество затуманивает людям сознание у людей нет силы принять что они говорили это правду все таки известный советский ученый академик А.Н. Несмеянов будучи этическим вегетарианцем в своей книге пища будущего писал так питаясь мясом мы вынуждены убивать миллионы быков баранов свиней гусей уток кур приучая тысячи и тысячи людей к хладнокровному кровопролитию к работе кровавой и грязной и это не очень вяжется с воспитанием любви к природе доброты сердечности думаю сердечность особенно здесь в первую очередь должна звучать лотос сердца посему как бы и эта фраза думаю еще и еще раз должна напомнить что желательно как-то свой рацион получше подредактировать чтобы с тарелки кости умершего животного не торчали но это просто мой совет совет вед совет многих выдающихся людей человечества в ведах описана такая тема как девять основ духовного развития и в девять основ духовного развития первым пунктом входит запрет на нецелесообразное убийство то есть ну допустим напали враги ну надо защитить родину но корова мирно пасется на лугу от нее можно получить молоко и при этом все останутся живы и ее убивать совершенно нецелесообразно поэтому косвенным образом запрет на нецелесообразное убийство является запретом на поедание мяса согласны нужно ли развить все девять основ духовного развития первая основа часто также эти основы объясняются по принципу ладоней первая основа недопустимость нецелесообразных убийств вторая основа недопустимость незаконных половых отношений третья основа недопустимость самоодурманивания и четвертая основа недопустимость лжи. В противовес четырем, чего нельзя делать, даются четыре, чего нужно делать. Проповедь истинных знаний, соответственно, развитие сознания, размножение благочестивого потомства и помощь всем живым существам в жизни. Цель этого всего направление к рам. Поэтому на многих предметах славянской иконографии и на множении святых и богов они изображаются с так сложенными руками, что означает четыре, чего нельзя делать, четыре, чего нужно делать. Соединяясь, они дают возможность направления к рам. Свет распространяется пирамидально. И тут тоже получается из пальцев, в принципе, пирамида. Свет распространяется пирамидально, и пирамидально мы возвращаемся к источнику света. Это девять с ног духовного развития согласно ведам вкратце. Идем дальше. Демоны, как правило, и низшие живые существа стараются побольше поглощать. В финале своего развития они уподобляются черным дыром. Но наша задача развиваться и в конце концов уподобиться звездам и солнцем, и своим светом вдохновлять других на развитие просвещения, просветления и так дальше. А для этого нам надо постепенно сократить поглощаемое и увеличить излучаемое. В Ведах говорится так, каждый из нас это искра Всевышнего. Мы частицы силой славы Всевышнего. В нас есть все, что необходимо. Поэтому постепенно развиваясь, живое существо сначала достигает нормального человеческого уровня, то есть вегетарианства. Ниже это считаются демонические уровни. Поедание мяса, дальше поедание людей и так дальше. В индусских Ведах такие существа называются ракшасы. Не будем о них лучше говорить. Но дальше, когда человек контролирует свое питание, постепенно он отказывается от вареной пищи, понимая, что при термической обработке пища теряет свои изначальные свойства. Дальше человек сосредотачивается на фруктах и дальше, постепенно сокращая, сокращая, доходит до того, что он уже не поглощает, но излучает. Это нельзя делать искусственно. Многие искусственно пытаются переходить на сыроедение, искусственно так на моноедение и так дальше. Как правило, это заканчивается довольно плачевно. Это должно развиваться самостоятельно по ходу нашего духовного развития. Веда говорит, это как верстовые столбы, то есть если мы идем в правильном направлении, рано или поздно мы это по дороге увидим. Если мы идем в неправильном направлении, но пытаемся это имитировать, будут проблемы. Есть какие-то противоречия к этому? – Знаешь, такой вопрос. Он на самом деле важный. Он касается не только отказа от мяса, но вообще отказа от любой домастической, вредной, неправильной пищи. Ты как раз вспомнил, что насильственно это делать нельзя. В чем я вижу проблемы, с чем я часто сталкиваюсь. Когда человек услышал, он вроде бы понял, и он старательно пытается перестроить свою жизнь. Он услышал, что мясо есть нельзя, что это плохо, и он запросил себе есть мясо, а ему хочется. Внутренняя потребность есть, и я часто видела, когда внутренняя потребность давится, и в результате человек не становится менее агрессивным, как это должно быть нормальной ситуацией, а получается наоборот. Получается такой глющий вегетарианец, сама сталкивалась, которая считает, что коров не бывает нельзя, а вот людей, которые с коров в Бога обращаются можно и нужно. Но это противоречит ведам, так как в ведах говорится, что все-таки человеческая жизнь ценнее животных. С другой стороны, в ведах говорится, что вегетарианство это нулевой уровень, в принципе. И нам, если мы хотим быть людьми, то надо все-таки быть вегетарианцами, потому что ниже этого ракшасы. С другой стороны, если человек внутри демон, но он пытается имитировать человека или Бога, то вот и получается такой демон-вегетарианец, типа Адольфи Луизыча, который вроде, так сказать, периодически вегетарианцем был, а свою армию посылал на смерть и посылал на убийство миллионов ни в чем невинных людей. А вот человек, вот давай просто вернемся, ну вот здесь ситуация, там на каждом может случиться. Вот, вот, ты понимаешь, вроде как услышал, вроде понимаешь, что нельзя, но хочется. Вот как из этой ситуации выходить? Как бы ты выходил? Есть в ведах конкретное объяснение, что есть такое, как эго, это то, что одевается на искру и то, что дает возможность искре ощущать себя тонкоматериальным и биологическим телом. Ну то есть мы сейчас не воспринимаем себя как искра, мы воспринимаем себя как тело. Если бы убрать эго, мы бы не могли воспринимать себя как тело и действовать с помощью этого тела. Но есть еще ложное эго. В поучениях Саагаста Всевышний семь тысяч лет назад объясняет, что каждая составляющая нашего тела – это такая же самостоятельная частица его силы и славы, такая же искра, как и мы, только спящая. Но они спят, и им в их бреду снятся своего рода сны. Это условно говоря, это все приблизительные термины. У них есть свое совокупное поле бессознательных и сознательных желаний. Вот когда мы сегодня разбирали относительно земли, три структуры земли, то есть вселенская составляющая, составляющая ее как личности и составляющая ее как совокупности всех, кто на ней живет. В принципе, мы также являемся отчасти совокупностью всех тех, кто составляет наше тело. И вот у них бывают свои желания. Поэтому в Ведах говорится, что надо четко определить, где наши божания, а где их желания. В древнеславянском языке было три слова. Первое – это хотение. Хотение просто – хотение сделать что-то. Желание – это хотение что-то сделать, за что мы будем жалеть. И божание – это божественное хотение, которое приведет нас к совершенству. Сейчас из русского языка слово «божание» напрочь выбросили. Осталось обожание. Великое время. Великое время. Великое время. Спасибо, подарок. Великое время. Спасибо, дорогой. Очень хорошо стыкуется со взглядом с уровня семи структур сознания. Да. Вот есть семь структур сознания, и одна из семи структур сознания очень задействует социальные фокусы, групповые. То есть, грубо говоря, 60%, 70%, 80% статистика есть по мясоедению? Сейчас на данный момент нету, я могу предоставить. Ну где-то, предположим, 70-80% мясоеды. Практически, даже больше. Да, даже больше. А это 100%? И это создает огромный планетарный фокус сознания. На него откликается наш ум, который является четвертой структурой сознания, вернее, третьей. И он является не астральным и больше материальным, материальный разум. Он подчиняется коллективному желанию. Да, и он подчиняется коллективному желанию. И это тоже есть. И вот возникает хотение, так называемое. Нет, желание. Желание, да. Хотение – это нейтральное состояние. Желание – это то, за что мы будем жалеть, и божание – это то, что приведет нас вверх. То есть, ноль, плюс и минус. С уровня силы структуры. Благость, страсть, невежество. Другими вариантами. То есть, и в ведах говорится, что надо определить, где божание, а где желание. И вот если у нас есть разум, то мы понимаем, что да, что-то там может быть, так сказать, нас подвигает поесть мясо, но нам это не надо. Тело может без мяса функционировать нормально. Я 10 лет не ем мясо и разнообразных продуктов, в которых есть хоть части какой-то мясной, рыбной или яичной промышленности. Мой духовный учитель дожил практически до 101 года, и он никогда вообще не ел мясо. И он, как еще такое очень неблагоприятное из своего рода вспоминал, что одна его бабушка как-то один раз чего-то там рыбного съела. Вот говорит, все, уже мой род не совсем чистый. Было такое вот бабушка там. То есть, его род – это сплошные вегетарианцы. А нас как пугает? О, не будете есть мясо, спермы не будет, размножения не будет. А у слонов откуда тогда, так сказать? Прям по-больному, да? А Индия, надо сказать, сколько их там уже больше? Вот. То есть, Индия, Китай, где изначально преобладало вегетарианство. А мне, заметьте, врач, который живет в моем селе, он сказал, если ты откажешься от мяса, ты год не проживешь. И он мне периодически говорит, ну вот, все, точно, вот уже скоро, так сказать, помрешь, поэтому давай начинай мясо есть. Ты его разочаровываешь и разочаровываешь, да? Ну да. Какой искуситель, да? Но на самом деле, проблема в том, что у него самого врача куча проблем. Смотрите, как сейчас бывает. Врачи, которые должны быть идеалом здоровья, больные, еле живые, на костылях в кабинет приползают, и еще кого-то лечат. Священники не верят в Бога. Политики не знают, как управлять. То есть, современное общество, по сути дела, общество парадоксов. Харри, как твое учение на Украине? Сало, не важно. Сало, сало. Вот именно на Украине жил мой духовный учитель. Он себя считал украинцем. И как-то в его роду сало никто не ел. Львовский совет. И все последователи рахманской традиции, где-то на процентов 70 украинцы, где-то может на 20 белорусы и на 10 поляки. Они мясо не едят. И как таковая горилка, сейчас рисуют казаков как? Вот казак с трубкой и с бутылкой. Заметьте, табак на Русь вез Петр Первый. Петр Первый жил при Мазепе, он фактически громил казаков. Казаки до Петра Первого просто не могли курить эту трубку, так как табака не было. Горилку как таковую изобрели тоже относительно недавно. То есть просто страшнейшие информационные вирусы по поводу казаков. И вот этот образ украинца с салом и горилкой, ну живет, можно сказать, благодаря Михайлу Поплавскому, который там поет сало, сало, сало и так дальше. В традиционной украинской культуре, когда украинцы работали огромное количество времени на панщину, то есть сначала на поляков, потом на русское дворянство, которое паразитировало над народом. И они могли есть мясо, как таковое, не чаще раза в 2-3 недели. Как правило, в древности, относительно недавней такой, это где-то около тысячи лет, ели это мясо на редкие христианские праздники. То есть такое повальное мясоедство стало возможным только с внедрением современных технологий и с массовым заводским производством убойных животных. Поэтому это все мифы, что наши там предки с покон веков ели мясо. Мифы, причем не имеющие под собой ничего практического. Да у них просто и не было такого количества мяса. У нас стиль до стиль кругом, рождаю, 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 кругом, и расступили. Да, заметьте, то есть сейчас, если мы зайдем в супермаркет, лежит мясо, лежат вегетарианские продукты. И многие современные люди, они не знают, что такое мясо. Они считают, ну это один из продуктов. Почему, так сказать, не выбрать мясо? Да. Вот на одной полке лежит сыр, на другой мясо. Рядом овощи. А потом с другой стороны вегетарианская мясо с пестицидами. ГМО может быть. У нас такой выбор между двух зол. ГМО может быть, да? Конечно. Хорошо, насчет ГМО. Прекрасно, что эта тема была затронута. Даже товарищ иллюминатий инсайдер в интернете в своем видео сказал, надо есть только мясо, потому что в растительной пианице бред. Заметьте, животные едят то же самое ГМО. В них ГМО накапливается намного больше. Или мы съедим сразу ГМО. Или мы съедим ужас какой-то, который случился с организмом животного вследствие поедания ГМО. Даже в таком плане лучше сразу ГМО. Хоть я изучал этот вопрос. Все равно, что моллюсков есть. Я изучал этот вопрос. Камовы, креветки. Согласен полностью. И является фактом то, что сейчас мы еще можем питаться не ГМО. Если поехать по деревням, да, в Америке с этим уже сложнее. Хорошо. У нас теперь время не ограничено. Оно ограничено только фитотерапией. То есть, в принципе, получается как? Что сейчас для современных людей вегетарианская пища так же намного доступнее, чем мясо. Хоть мясо очень доступно. Поэтому почему же не выбрать вегетарианскую пищу, а выбирать все-таки мясо? Некоторые говорят, а чем заменить? Пожалуйста. Если просто мясо убрать, остается куча продуктов. Соя, вот некоторые пытаются ею заменять. Не очень я бы это советовал. Соя современная, это не совсем то, что надо. Есть горох, есть фасоль, есть зерно, есть разнообразные орехи. То есть, на самом деле, заменить можно. И без мяса, и даже преимущественно без сои. Соя пагубно сказывается на генетике. Есть данные, что она может приводить к раковым заболеваниям. Вот такая современная извращенная соя. Так же есть прекрасный продукт, называется амарант. Кто из вас слышал? Пожалуйста, поднимите руку. Слово амарант состоит из трех составляющих. И родственно имени Амрит. Родственно Амрит. Амрит, в общем. Амарант. Да. Дело в другом. Корень Мар или Мор означает смерть. А – противодействие. Ант – двойное противодействие и защита от этого фактора. Амарант – противодействующий смерти и защищающий организм. Амарант – это такое прекраснейшее растение, которое наши предки даже превращали в муку и использовали в качестве основы для хлеба. Пожалуйста, интернет, я думаю, есть у всех. Введите, изучите, что такое амарант. Может, есть… Продается он как-то? Да, на Украине он даже растет. При Ярославе мудром убивали целые села, если у них сохранялся амарант. Христиане сказали так, что типа идея бессмертия – она от дьявола. Здоровье, вот какое Бог, так сказать, дал, вот такое и имеете, и ничем не лечитесь. На все воля Божия и так дальше. Поэтому тех, кто выращивали амарант, уничтожали как ведьмарей, как, так сказать, вредоносных сущностей. Сейчас амарант в мелких количествах присутствует. Он чрезвычайно полезный. Амарант – это растение. Просто, чтобы сейчас не тратить время, интернет всегда под рукой. Но оно, это растение растет в более теплых странах. Не уверен. Я знаю, что амарантом пользовались даже жрецы Одина. А жрецы Одина – это у нас Скандинавия. Скандинавия, да. То есть… Ну, в интернете посмотрим, не будем. Да, пожалуйста. Мы туда уехали. То есть ты нам рекомендуешь, если можно найти амарант, или высадить у себя где-то, так сказать. Я вам сначала рекомендую изучить в интернете данные про это. А потом вы уже сами поймете. Нужен, не нужен и насколько нужен. Потому что он у кого-то растет, а не у нас что-то такое. Моя точка зрения, что обязательно нужен. Допустим, Львовский совет для себя в Карпатах держит целое небольшое поле, где растет только амарант. Если уж они, так сказать, хотят жить по всем древним канонам и это делают, значит, есть какая-то целесообразность к этому прислушаться или, по крайней мере, задуматься. Можно хороший, кстати говоря, и бизнес сделать на этом. Полезный для всего человечества. Под Москвой купить сельскохозяйственные земли, да, несколько кектаров. И засадить амарантом. Как вариант. Дать хорошую рекламу. Причем, если, допустим, взять ведические тексты о том, как его использовать, то это можно хлеба делать из амаранта. Можно настойки делать от разнообразных высыпаний и так дальше. Можно вплоть до того, что крема делать для улучшения состояния кожи. Много чего из амаранта можно делать. Есть эти описания? Ну, гаите, гаите. Благодарю. То есть, мы разобрали, что, в принципе, без мяса жить можно. Мы разобрали коротко данные о распорядке дня. А как вы думаете, способствует ли развитию воли отказ от мяса? Что животное умирает подневольно. Да. А мы едим эту информацию. Да. И мы строим свое тело из его клеток. И становимся баранами, которых ведут на угол. Прекрасно. То, что я хотел сказать. Ну, телепатия. Ну, как-то все-таки я это хотел сказать. Заветил наше созвучитство. Да, благодарю. То есть, видите, как? Курицы живут в клетках, в ужасных мучениях дают яйца. Люди едят эти яйца, у них все эти квартирно-коммунальные проблемы и так дальше. Замечаете, как карма переходит? Бараны, так сказать, овцы, сидят в стойле, их вывели покормить, вывели на бойню. И так же само, по сути дела, власти относятся к современным людям. Вконтакте я даже нашел такую картинку, как типа поход на выборы изображено, как стадо овец бежит. По сути дела, это так же самое. Он считает, что властям очень выгодно делать людей месоеды. Мне как бы, по сути дела, все равно, что им выгодно. Я знаю, что нам, то есть людям духовно развивающимся, выгодно баранами не становиться. А демоны после своей выгоды думают сами. Я за них отказываюсь думать. Поэтому нам выгодно и с этой точки зрения отойти. Но, допустим, относительно молока, некоторые говорят, коровы страдают и так далее. Я согласен, что современные коровы страдают, давая молоко. Но в идеале корова, это даже в ведах предписанное животное, как дающее молоко. Корова – это мать-скормилица. Наша земля часто олицетворялась тоже коровой. Это было и в индусской традиции, это было и в славянской традиции, и в египетской, где бог Апис, муж матери земли, или как мужская энергия сознания земли, изображался в виде быка. Заметьте, изначально была единая традиция. Потом все раскололось. В Египте остался культ Аписа, у греков остался культ богини Обс, богини земли. Имена те же самые. Просто раскололи. Так же самое, как, допустим, у греков остался культ богини Кибелы, богини Достатка. У индусов остался культ бога Куверы, тоже бога Достатка. Единство прослеживается везде. И везде там прослеживается вегетарианство у истоков. Вегетарианцами были наши те предки, которые были единым народом на земле. И мы, если стремимся к тому единству, я думаю, просто необходимостью является и вегетарианство. Вегетарианство не достижено, чем в вас вегетарианство. На данном этапе развития человечества. Согласен. Какое-то извращенное единство, возможно, достижимо. Извращенное единство не есть единство. Да, но идея вот этого извращенного единства, она была и у Гитлера. То есть фашизм это тоже своего рода единство. Да, починить себя. Но это единство не божественное, это единство демоническое. Нам такое единство не надо. В чем отличие? Позволь сказать. Божественное единство основано на любви. Да. Дискулициевное единство, учебное единство, да? Демоническое, бесовское. Потому что ты тогда подчиняешь, когда ненавидишь. А что значит слово ненавидеть? Это не иметь возможности увидеть. Неприятие это не имение возможности принять. А те вот, которые ущербные, у которых чего-то не хватает, они и назывались бесами. То есть те, у которого чего-то нет. Бес это ущербность. До сих пор мы говорим, бес чего-то там. Я немножко позволю не согласиться с тобой по поводу наших политиков. Которые я сказал о том, что власть имущие заинтересованы в том, чтобы подчиненный народ был мясоедом. Тогда им проще управлять. Ты говоришь, я не хочу даже думать в эту сторону. Но понимать мы их должны. Согласен. Они же согласитесь к этому руководят странами и миром пока, да? Руководят миром. Но, допустим, тоже вот среди славянства это развито. Многие славяне мне, допустим, говорят, вот Трехлебова пытались в тюрьму посадить. Там гонение на верующих. Я практически 10 лет практикую ведическую традицию. Да, на меня куча нападок с разных сторон. Были от властей небольшие нападки. Это естественно. Но я благодарен Всевышнему за каждую из этих нападок. Так как в ходе преодоления всех этих препятствий сознание развивалось, сознание находило новые грани, новые возможности. И очищалось от ошибок. Да. И в ведах говорится так. Тот, кто хочет развиваться, будет искать и использовать все способы. Тот, кто не хочет развиваться, будет искать причины. Он скажет, власти плохие, там демоны всем управляют, там мы такие голодные, все ГМО и так далее и тому подобное. Это в ведах сказано? А я читал это в книге Карнеги. Это Карнеги сказал. Я Карнеги не знаю. Но он Карнеги тоже веды читал. И делал даже не в этом. Такая нехорошая карта. Братья славяне. Заметьте, что такое в принципе веды. Веды это знания. И знания были собраны богами и нашими предками в виде книг, которые остались в человечестве. Но ведь эти же знания можно и самим постичь. И поэтому получается, что многие мыслители, которые так или иначе осмысляли какую-то тему, они доходили до того, что написано в ведах. Или вычитали оттуда. Или вычитали. И применили к социуму. Да. Молодец Карнеги. Поэтому тут никаких, как бы нету вариантов не согласить. А ты знаешь, как Карнеги сформулировал эту ведическую истину? Он сказал, тот, кто хочет делать, ищет способ, а тот, кто не хочет делать, ищет причину. Да, ну полностью так. Да, ну полностью. А кстати, одна из украинских народных пословиц, это даже в списке пословиц значится. Но это не украинская, это общечеловеческая на самом деле. Просто на Украине она чуть лучше сохранилась. Итак, насчет вегетарианства вроде бы мы согласовали, что это необходимо. Были ли у кого-то проблемы с переходом на вегетарианство? Есть ли желание обсудить какие-то частные ситуации? Ну демонические ночи, наследие наверху, да? Не обязательно. Часто у людей, вследствие того, что их предки долгое время ели мясо, сохраняется сильная биологическая зависимость от мяса. И им... Генетическое. Да. И им, своим сознанием, тяжело перестраивать тело. И вот с этими мне приходилось иногда даже годами работать. То есть они от мяса отказались, тело начинает дряхлеть. Но это, как правило, в очень демонических родах. Вот, кстати говоря, хорошие показатели. Интересно. Надо попробовать на вегетарианство, да, человеку, человеку, у которого проблемы с мясоедлением, он не может отказываться. Попробовать и посмотреть, как он, так сказать, вообще себя чувствует, как выглядит, да? Если он выглядит лучше, значит у него, так сказать, это демоническое наследие отсутствует, да? И генетическая предрасположенность отсутствует. Ну да. А если он, так сказать, начинает дряхлеть, как ты говоришь, то это означает, как в этом случае ему помочь? В этом случае есть разные варианты комбинации пищи. Плюс человек должен разбираться в себе, он должен медитировать, раскрывать родовую память, разбираться, что там такое случилось. И через осознание. И через осознание, и через искупление. Устремленный крах. Да. То есть все это, есть это в описании, есть способы. Так же самое есть тест с молоком. Дать человеку молоко, божественная личность примет с радостью. Демоническое, как-то так, типа уберите от меня эти выделения коровы. Выделения? Не, ну а сейчас то, что в магазинах, конечно, выделяю. Уразиться под говядиной, пожалуйста, да? Не, как бы то, что в магазинах, я молоком не называю. Ну, это просто сложно найти молоко. В сне 759. Заметьте, сколько дней оно хранится? Дней 10. Мне говорили, что даже там 20 дней какое-то молоко хранится. Натуральное не может. Натуральное молоко, оно за несколько дней. А ведь даже в индусских писаниях значится, что коровы, пшеница и пчелы – это мерило ценности. Ни золото, ни камешки какие-то. Коровы, пшеница и пчелы. Будет это, будет материальный достаток, людям будет что есть. То есть, все равно молоко и мед, да? Да, людям будет что есть, им не надо будет тратить свое время, тратить свое сознание на поиск пищи, и они смогут свое сознание высвободить на самоосознание и направление вверх. То есть, иначе говоря, мед намазываешь на бухатку хлеба, закипываешь пола литра молока. Практически это. А знаете, как бывает тоже у многих неочищенных людей, они берут мед, а у них аллергия сразу. Даже у меня иногда такое бывает. То есть, это нормально в принципе. Вот эта аллергическая реакция, она означает, что в организме скопилась какая-то пакость, и мед, когда мы принимаем, мы даем организму силу эту пакость выбросить. И мы должны радоваться, что, так сказать, с выделениями эта пакость выходит от нас. Ну, чтобы еще и мед хороший будет. Да. А ведь как сейчас тоже, пчел там сахаром кормят, это не то, что надо. Вплоть до того, я даже находил данные о том, что древние пчелы чуть другие были. Даже биологическое строение. А сейчас же пчелоубийцы есть. А то понюбил, а потом понюбил. Не знаю насчет пчелоубийц. Ну, допустим, наши предки спокон веков вели безубийственное человое хозяйство. Это гордничество всегда. Да. То есть, если в других странах такое явление, как пасеки, это недавнее, то наши предки создавали вот эти соты разных вариантов. Часто создавали это в виде круга. Потому что, так сказать, само дерево оно в виде цилиндра. И в виде цилиндра они строили эту пасеку. Они в виде квадрата. Квадрат, он не так структурирует пространство. Это не совсем то, что надо. Да. А вот такая идея, как улья. То есть, пчелы думали, о, дупло нам соорудили. И сами шли. Никто их не ловил, самое интересное. Они сами шли. То есть, и многие животные, которые сейчас считаются ненужными, они имели свое назначение. Допустим, свиньи, они активнейшим образом использовались в хозяйстве. Но их не ели. Их использовали для взрыхления почвы. Ну, зачем целый день коверяться в этом? Зачем технику какую-то собирать? Просто запустить свинью, она все взрыхлит, и она довольна. И мы довольны. И еще удовлетворить. И отпустить с миром. Да. В лес, пусть кабанами. Кабанами. Ну, а так же же оно когда-то и было. То есть, дикие – это те, что в лесу, которые не особо общаются с людьми. А домашние – это те, которые рядом живут и, так сказать, периодически взрыхляют почву. Но дело в том, что эти взрыхлители, они когда уже готовы корнеплоды, они тоже, так сказать… Да, ну, поэтому делали заборы, допустим. То есть, было, как их отпугивать, были методики. Были методики, были методики, да. Дрессировали, наверное. В частности, не дрессировали, а общались с ними. Мы сейчас с кошками общаемся. Мы, допустим, им говорим, вот, даже, допустим, в помещении современном, в современной квартире, мы говорим, вот, экскременты надо откладывать в отдельном месте, спать надо здесь, есть надо здесь. А вот туда нельзя лазить. Если с кошкой наладить дружеские отношения, потому что кошка никогда не будет собственностью человека. У собаки хозяин может быть, у кошки никогда, и у кота никогда. Он может быть другом, но не собственностью. Если с ними договориться, я это говорю, как человеку, у которого, в принципе, дома огромное их количество. Я даже сейчас не знаю, сколько. Я уехал, они там без меня плодятся. Там родители ими занимаются. То есть, я знаю их неповадки прекрасно. С ними можно договориться. Наши предки умели договариваться и со свиньями, и с другими животными. И в этом им тоже помогало вегетарианство. Почему? Потому что свинья не чувствовала, что это на нее смотрит, как на мясо. Она понимала, что вот она живое существо, у нее своя жизнь. Вот это живое существо и этому живому существу, то есть человеку, нужна ее помощь. Ну то есть, у каждого своя задача. Да. То есть, предизначение. И в принципе, братья наши меньше. Даже везде, даже сейчас говорится. Но мы не задумываемся. Мы едим наших братьев. Ну не мы, допустим, а люди окружающие. Хоть до сих пор говорим, что братья наши меньше. Мы что, каяны? Что-то братья в наших есть. Или ракшасы-каннибалы. Ну, соответственно, благодарю за внимание. Если какие-то короткие вопросы, могу ответить. Если нет... Как сказать? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...